Стихи я начал писать весной 1909 года неожиданно для самого себя. Я еще ходил на политические рефераты и слушал лекции в высшей школе социальных наук. На собрании группы «Содействие РСДРП» я познакомился с Лизой. Она приехала из Петербурга и училась в Сорбонне в медицине. Лиза страстно любила поэзию. Она мне читала стихи Бальмонта, Брюсова, Блока. Я подтрунивал на дна Дельвовой, когда она говорила, что Блок — большой поэт. Лизе я не смел противоречить. Возвращаясь от нее домой, я бормотал «Замолкает светлый ветер, наступает серый вечер». Почему ветер светлый? Этого я не мог себе объяснить, но чувствовал, что он действительно светлый. Я начал брать в Тургеневке стихи современных поэтов и вдруг понял, что с стихами можно сказать то, чего не скажешь прозой. А мне нужно было сказать Лизе очень многое. День и ночь напролет я писал первое стихотворение. Оказалось, это очень трудно. Я знал, что по-французски у меня бедный словарь. Но ведь стихи я писал по-русски, а все время чувствовал, до чего мало у меня слов. Наконец, я решился показать стихи Лизе. Боясь сурового приговора, я сказал, что это сочинение моего приятеля. Лиза оказалась строгим критиком. Мой приятель не умеет писать. Стихи подражательные. Одно под Бальмонта, другое под Лермонтова, третье под Натсона. Словом, приятелю нужно много работать. Я порвал все написанное и решил больше к стихам не возвращаться. Буду революционером, может быть, журналистом, или выберу другую профессию. Поэзия не для меня. Легко было решить, а вот выполнить решение я не смог. Я вдруг почувствовал, что стихи поселились во мне. Их не выгонишь. И я продолжал писать. Лизе я снова показал стихи только месяца два спустя. Она сказала, твой приятель теперь пишет лучше. Мы заговорили о другом, и вдруг, как бы невзначай, она сказала, знаешь, одно твое стихотворение мне понравилось. Оказалось, что маскировку она разгадала сразу. Я жил возле зоопарка. По ночам кричали моржи. Я до утра писал стихи, плохие, подражательные. Но я был счастлив. Мне казалось, что я нашел свой путь. Лиза уехала на каникулы в Петербург. Неожиданно пришла от нее телеграмма. Журнал «Северные зори» взял одно мое стихотворение. Я был вне себя от радости. Значит, я действительно поэт. Я смелел и послал стихи в журнал «Аполлон». Вскоре пришел ответ от редактора художественного критика Маковского. Он справедливо ругал мои стихи, но в конце письма говорил уже не о слабых вершах, а о человеке. Предлагал мне выбрать другую профессию. Заняться, например, коммерцией. Аполлон был для меня верховным судом. Месяц я ничего не писал. Если Маковский советует мне стать лавочником, то это неспроста. Значит, я самозванец. Лизе удалось меня успокоить, приободрить, и я вернулся к стихам. Я не расставался с мыслью уехать в Россию и отдаться там нелегальной работе. Я заговорил об этом с одним из ближайших соратников Ленина. Он ответил, что понимает мои чувства, но будет куда лучше, если я в Париже наберусь знаний. Партии нужны и литераторы. Не знаю, читал ли он мои стишки, но, разумеется, слышал, что я увлекся стихотворством. Наконец, один товарищ предложил мне поехать в Вену. Впоследствии меня, может быть, используют для переброски литературы в Россию. Когда-нибудь я расскажу о кратковременном пребывании в Вене, которое меня окончательно сбило с толку. Я вернулся в Париж опустошенным. Понял, что начинается новая глава моей жизни. Я сидел на скамье бульвара с Лизой, рассказывал о поездке в Вену, о моих сомнениях, о том, как невыносимо жить, когда нет ясной цели. Лиза говорила о другом. Это была очень печальная встреча. Лиза подарила мне книгу. На первой странице она написала, что нужно опоясать сердце железными обручами, как бочку. Я подумал, где мне взять эти обручи? Дома я раскрыл книгу, стихи Брюсова. Мне сладки все мечты, мне дороги все речи, и всем богам я посвящаю стих. Все во мне сопротивлялось этим словам. Я еще помнил в собрании на татарском кладбище тюремные ночи, признания, клятвы. Мечта мечте рознь. Да и какой может быть у человека бог, если богов много? Главное, как жить, когда больше ни во что не веришь? Я писал о своем отчаянии, о том, что прежде у меня была жизнь, и что теперь ее нет, о трубачах без труб, о чуждости и жестокости Парижа, о любви. Это была дурная лирика. У нас теперь слово лирика, как и многие другие, приобрело новое значение. Редакторы, критики, заведующие отделами поэзии, словом, не стихотворцы, а стиховеды и стихоеды, называют лирикой любовные стихи, как будто, когда для смертного угаснет шумный день, или молчи, скрывайся и таи, не лирические произведения. Летом 1910 года я поехал в Брюгге. Меня поразил этот город. Он действительно был мертвым. Стояли огромные церкви, ратуша, башни, особняки, а жили в городе монашеньки и обнищавшие мечтатели. Теперь Брюгге изменился, он живет ордами туристов и похож на переполненный до отказа музей. А когда я его увидел впервые, ничто не тревожило ни сонных лебедей, ни отражение тополей в каналах, ни монашенок. Теперь и монашенки по Байчелле зазывают туристов, продают кружева своей работы. Впервые я смотрел на живопись, недовольствуясь сюжетом картины. Меня поразили Мадонны Мемлинга бредными лицами, бескровными губами, ощущением чистоты, отрешенности. Я чувствовал, что мир художника был замкнутым, углубленным, полным человеческих тайн. Я еще не знал ни старой поэзии, ни архитектуры Шартра, но далекое прошлое показалось мне восхитительным. В Брюгге я написал полсотни стихотворений о красоте исчезнувшего мира, о рыцарях и прекрасных дамах, о Марии Стюарт, о Бизабелле Аранской, о Мадоннах Мемлинга, о брюгских монахинях-бегинках. Русский юноша девятнадцати лет, жадно мечтавший о будущем, оторванный от всего, что было его жизнью, решил, что поэзия — костюмированный бал. В одежде гордого сеньора на сцену выхода я ждал, но по ошибке режиссера на пять столетий опоздал. Мне действительно тогда казалось, что я создан скорее для крестовых походов, нежели для высшей школы социальных наук. Стихи получались изысканные. Мне теперь неловко их перечитывать, но писал я их искренне. Один из приятелей, которому мои стихи понравились, сказал, «В России их вряд ли напечатают. Там в каждой редакции свои поэты. Но почему тебе не издать книжку в Париже? Этот стоит недорого». Я пошел в русскую типографию на улице Фран-Буржуа. К моему удивлению, хозяин типографии не заинтересовался содержанием книги. Хотя он был бундовцем, мои стихи, обращенные к папе Иннокентию Шестому, его не смутили. Он сосчитал строки и сказал, что 200 экземпляров обойдутся в полтораста франков. Я поспешно возразил, «Зачем 200? Я начинающий автор, с меня хватит и сотни». Типограф объяснил, что самое дорогое — набор, но согласился скинуть 25 франков. Я получал от родителей 50 рублей в месяц, 133 франка. На беду проект издания сборника стихов совпал с некоторыми событиями в моей жизни. Мне пришлось окончательно отказаться от обедов и сократить число поглощаемых у стойки рогаликов. В качи я приходил почти всегда с букетиком. Я все же откладывал франки на типографию. Сборник стихи вышел в конце 1910 года. Несколько месяцев спустя у меня родилась дочь. Пятьдесят экземпляров я сдал на комиссию в русский магазин. Другие постепенно отправлял различным поэтам в Россию. Марки стоили дорого. Вообще, расходы были значительными, а приход ничтожным. Продано было всего 16 экземпляров. Летом 1911 года я получил первый гонорар — шесть рублей за напечатанные в петербургском журнале два стихотворения. Это было неслыханной удачей, и мы с Катей чудесно пообедали. Я ждал, что скажут о моей книге поэты в России. Мать очень за меня волновалась. Я не учился, не выбрал себе никакой серьезной профессии, и вдруг начал писать стихи. Да и стихи странные. Почему ее сын пишет о Богоматери, о крестовых походах, о древних соборах? Но ей, разумеется, хотелось, чтобы кто-нибудь меня похвалил. Прочитав в «Русских ведомостях» статью Брюсова, она телеграммой сообщила мне об этом. Разбирая книги начинающих поэтов, Брюсов выделил «Вечерний альбом» Марины Цветаевой и мой сборник. Обещает выработаться в хорошего поэта Эренбург. Я обрадовался и в то же время огорчился. Стихи, вошедшие в сборник, мне перестали нравится. Вскоре я уже не мог без презрительной усмешки вспоминать первую книгу. Я попытался стать холодным, рассудительным, подражал Брюсову. Но от таких стихов мне самому было скучно. И я начал мечтать о лиричности, обратился к своему недавнему прошлому. Мне никто не скажет за уроком «Слушай», мне никто не скажет за обедом «Кушай», и никто не назовет меня Илюшей, и никто не сможет приласкать, как ласкала маленького мать. Или «Как скучно в одиночке, вечер длинный, а книги нет, но я мужчина, и мне 17 лет». Книга называлась «Одуванчики». Едва она успела дойти до моих московских друзей, как я понял, что не вылечился от стилизации, только вместо картонных лад взял напрокат в костюмерной гимназическую форму. Впервые я напал на томик Верлена. Его певческий дар, его печальная и нелепая судьба меня взволновали. В кафе «Вашет» на бульваре Сан-Мишель официант с благоговением показал мне продавленный диван. Здесь всегда сидел господин Верлен. Я писал о бедном Лилиане, так называли Верленов старости. За своим абсентом, молча, темной ночью, он досиживал до утренней звезды, и торчали в беспорядке клочья перепутанной и грязной бороды. Снова получались чужие стихи. Я сам не слышал в них своего голоса. Я прочитал книгу поэта Франсиса Жамма. Он писал о деревенской жизни, о деревьях, о маленьких пиренейских осликах, о теплоте человеческого тела. Его католицизм был свободен и от аскетизма, и от ханжества. Он хотел, например, войти в рай вместе с ослами. Я перевел его стихи и начал ему подражать. Пантеизм показался мне выходом. Я вырос в городе, но с отроческих лет всегда томился в лабиринте улиц, чувствовал себя свободным только с глазу на глаз с природой. На короткий срок меня прельстила философия Жамма. Он оправдывал и голубя, и коршуна. Я говорю сейчас о птицах, а не о классах общества. Меня давно мучила мысль, откуда приходит зло. Дуализм мне представлялся отвратительным. Я по-прежнему ненавидел буржуазию, но я уже знал, что не все вопросы будут разрешены обобществлением средств производства. Я ухватился за бога деревьев и ослов. Франсис Жамм разрешил мне приехать к нему. Жил он в Ортезе, около испанской границы. У него была уютная борода и ласковый голос. Принял он меня по-отечески, попросил почитать стихи по-русски, угасил домашней наливкой и посоветовал в Париже встретиться с начинающим писателем, его зовут Франсуа Мориак. Я ждал наставлений, а Жамм показал себя снисходительным, радушным. Он мне понравился, но я понял, что он не Франциск Осидский и не отец Зосима, а только поэт и добрый человек. Въехал я от него с пустым сердцем. Я посвятил Жамму сборничек стихов «Детское», вспоминал день, проведенный в Ортезе. «Зимнее солнце сквозь окна светит, на полу играют ваши дети. У камина старая собака, греясь, спит и громко дышит. В камине трещат еловые шишки. Вы говорите, а я слушаю и думаю, откуда в вас столько покоя, думая о том, что меня ждет дорога угрюмая, вокзал и пропавший дымом поезд. Так вспоминает не об учителе жизни, а о милом дядюшке в деревне. Вскоре мне опротивило играть в ребятиство. Я начал подражать Гийому Аполлинеру. Конечно, когда я кому-либо подражал, я этого не видел. Мне неизменно казалось, что в прошлом году я действительно подражал такому-то, а вот теперь нашел свой голос. Изредка мои стихи печатали новый журнал для всех, русское богатство, жизнь для всех, русская мысль. Я получил короткое, но сердечное письмо от Короленко. Весь мой архив пропал. Я нашел в книге писем Короленко письма к Горнфельду. Владимир Галактионович писал весной 1913 года о двух моих стихотворениях. По-моему, очень хороши. И ко времени первые строчки. Значит, снова мечты о России, лишь напрасно приснившийся сон. Значит, снова дороги чужие. И по ним я идти обречен. В Париже открылась типография Рераховского, еврея с роскошной черной бородой. Типография помещалась на бульваре Стенжак в маленькой ловчонке. У наборных каст стояли Рераховский и двое наборщиков. Один был большевиком, другой меньшевиком. Они набирали афиши эмигрантских рефератов и спорили, кто может с большим правом называться социал-демократом после раскола партии. Рераховский был человеком с юмором и нежадным. Кто мог бы мне отпустить что-либо в кредит? Я ходил в рваных ботинках, брюки внизу заканчивались бахромой. Был я бледен, худ, и глаза частенько блестели от голода. У Рераховского было доброе сердце. Он печатал мои стихи и терпеливо ждал, когда я принесу ему двадцать или тридцать франков. Он говорил, что стихи у меня плохие, куда хуже, чем в штице-декламаторе, но даже плохие стихи выглядят лучше на бумаге за ржа. Я с ним соглашался и чуть ли не каждый год издавал очередной сборничек на бумаге в рже в ста экземплярах. Книга «Будни» продавалась в Москве в книжном магазине «Вольфа», и, насколько я помню, разошлось около сорока экземпляров. Я менее всего склонен теперь попытаться оправдать или приукрасить мое прошлое. Но вот сущая правда. Я не мечтал о славе. Конечно, мне хотелось, чтобы мои стихи похвалил один из тех поэтов, которые мне нравились. Но еще важнее было прочитать кому-нибудь только что написанное. В Париже существовал эмигрантский литературный кружок. Людей, ставших потом знаменитыми, в нем не было. Помню поэтов Герасимова, потом он был в группе «Кузница», Оскара Лещинского. Он сыграл крупную роль в годы Гражданской войны и геройски погиб в Дагестане. В Париже он был эстетом. Выпустил книгу «Серебряный пепел». В ней были стихи. «Нас принимают все за португальцев. Мы говорим на русском языке. Я видел раз пять тонких-тонких пальцев у проститутки в этом кабаке». Среди прозаиков были Акулов, человек очень одаренный и непутевый. Много в те годы пивший. Он тоже стал известен во время Гражданской войны. Сражался в Сибири, был членом Реввоенсовета, писал рассказы, а погиб позднее, как и Герасимов в конце 30-х годов. Ширяев, Шемкевич. Иногда на собраниях кружка приходил Луначарский. Иногда навещали нас скульпторы Архипенко, Цаткин, художники Штеренберг, Лебедев, Федер, Ларионов, Гончарова. Давид Петрович Штеренберг был политическим эмигрантом. Одно время я снимал комнату в предместе Парижа в Медоне. Рядом жил Штеренберг. Он бедствовал, но каждый день я видел его с Мольбертом и с он шел писать пейзажи. Этот очень скромный и тихий человек в самое громкое время был обличен большой ответственностью. Луначарский поручил ему организовать отдел изобразительного искусства. Давид Петрович никого не угнетал, не обижал. Маяковский на книге ему подаренной надписал «Дорогому товарищу, без кавычек, Давиду Петровичу Штеренбергу, Маяковский нежно». За Штеренбергом был один грех. Он был хорошим художником и любил живопись. Тридцатые годы его причислили к формалистам. Помню статью одного критика, который возмущался тем, что Штеренберг для натюрморта выбрал селедку. Критику зрел в этом желании очернить современность. Давид Петрович умер в 1948 году, а в 1960 была устроена небольшая выставка его работ. Все увидели, каким он был чистым, лиричным и тонким живописцем. А в моих воспоминаниях он остался застенчивым, бедным юношей в Медоне. Мечты о революции, голод, живопись. Я уже начинал приобщаться к искусству. Разговаривал не только о свободном стихе, но и о холстах диких. Так называли Матисса, Марке, Брака, Руо. Или о монументальной скульптуре Майоля. Несколько раз я был у Бальмонта. О нем расскажу впоследствии. Расскажу также о писателях, подолгу живших в Париже. Об Алексея Толстом, Волошине. Теперь упомяну только о приезде в Париж Сологуба. Был объявлен литературный вечер. Сологуб долго рассказывал собравшимся главным образом студентам, что Дульцинея отлично от Альдонсы. Он походил скорее на директора гимназии, нежели на поэта. Иногда в его глазах мелькала невеселая улыбка. Я понимал, что передо мной автор мелкого беса. Но откуда он брал музыку, простые, резавшие сердце слова, песни, роднившие его сверленом. Стихи он читал своеобразно. Как будто раскладывал слова по отделениям большого ящика. Конь офицера вражеских сил. Прямо на сердце, прямо на сердце ступил. В последний раз я его видел в московском доме печати в 1920 году. Некоторые из выступавших говорили, что индивидуализм отжил свой век. Федор Кузьмич кивал головой, явно соглашался. В заключительном слове он только добавил, что коллектив должен состоять из единиц, а не из нулей, ибо если прибавить к нулю нуль, то получится не коллектива нуль. Сологуб в Париже меня любезно принял, выслушал мои стихи, говорил о музыке, о тайне и снова о дульцинеи. А я тогда писал не о дульцинеи, но о мусорщиках, о грязи и смраде парижских улиц. После этого я написал стихи. Я читаю, и светает в четком свете странно видеть рядом на стене у живого сологуба на портрете средних лет с бородкой и в пенсне. Вместе с Оскаром Лещинским я издавал художественно-литературный журнал «Гелиос». Мы быстро погорели. Позднее появился поэт Валя Немиров. Он приехал из Ростова, у него были деньги. Он обожал спокойствие, был очень близоруким, говорил, что ему нравится одно местечко в Швейцарии, не помню какое, где всегда можно зажечь на улице сигарету, не прикрывая ладонью спички. Я ему не перечил. Мы выпустили два номера журнала «Вечера», посвященного поэзии. Там я мог печатать стихи, прославлявшие надвигающуюся бурю. Из дому я получал теперь деньги нерегулярно. Жил беспорядочно и на редкость скверно. Эмилио Серени говорил мне, что его покойная жена, по происхождению русская, рассказывала, «Эренбург спал в молодости, покрывшись газетами». В маленькой мастерской, которую я снимал на улице компань-премьер, стоял матрац на ножках. Другой мебели у меня не было. Не было и печки. Один шведский художник как-то выбил оконные стекла, рвался к небу. По верх тонкого одеяла и худого пальто я клал газеты. Утром я забирался в кафе и там просиживал до вечера, читал, писал. Кафе отапливали. Когда я проходил мимо ресторанов, меня мутило от запаха готовящейся пищи. Второй по три-четыре дня я ничего не ел. Когда приходил человек из Москвы, я быстро проедал деньги с приятелями, которые тоже жили впроголодь. Помню удивительную ночь незадолго до войны. Заказные письма из России приносили под вечер. Деньги присылали чеком на леонский кредит. Я перевел для какого-то журнала рассказ Анри Доранье. Мне прислали 10 рублей. Банк был уже закрыт. Нестерпимо хотелось есть. Мы пошли в маленький ресторан свидания извозчиков напротив вокзала Монпарнас. Он был открыт круглые сутки. Я позвал двух приятелей. Названия блюд были написаны мелом на черной доске. И мы успели все испробовать. Ведь нужно было досидеть до утра, когда я мог получить деньги в банке. Приятели должны были остаться в ресторане как заложники. Мы давно уже поужинали, подремали, позавтракали, пообедали. В шесть часов утра мы начали вторично завтракать, считав, что наступил новый день. Это была чудесная ночь. Я много переводил, но переводил стихи, а их чрезвычайно редко печатали. Переводил я и современных французских поэтов и фаблио XIII века, баллады Франсуа Вийона, санеты Ронсара, проклятие Добинье. Научился читать по-испански. Перевел отрывки из Романсера, произведения про Таирея из Ита, Хорхеа Манрике, Святого Хуана, Кеведо. Это было страстью, но не профессией. Я стал гидом. Графиня Панина организовала экскурсии народных учителей за границу. Стоили поездки недорого и давали возможность учителям, работавшим, как тогда говорили, в медвежьих углах, повидать Италию или Францию. В летние месяцы я подрабатывал, показывал учителям Версаль. Нужно было в точности знать имена сотни скульпторов или художников, авторов больших батальных полотен, вспомнить мифологию, объяснять аллегорическое значение различных фонтанов. В общем, это было нетрудно. Куда труднее было присматривать за ватагой людей, впервые оказавшихся за границей. Некоторые женщины старались убежать в модные лавки, хотя бы посмотреть на наряды. Среди мужчин попадались и такие, которые мечтали о ночных притонах, покупали непристойные открытки. Я считал туристов при спуске в метро, считал при выходе из метро. Часто одного или двоих не хватало. Учитель из Кобеляк попросил меня запереть его на ночь в гостинице. Он познакомился с какой-то француженкой. Если он еще раз ее увидит, то не вернется домой, а у него жена, дети, служба. Я его запер. Работал я также с индивидуальными туристами. Это было противно. Почти все требовали, чтобы я по ночам водил их в притоны. Когда я отказывался, меня ругали дураком, ханжой, даже сыщиком. Не додавали отработанного. Помню одного коммерсанта. У него был в Риге магазин санитарных принадлежностей. Когда мы с ним договаривались, он подозрительно спрашивал, знаю ли я все стили. Вынул карточку какой-то дамы с высокой прической, щелкнул ее. Не дурна? Оказалось, дама его невеста. У нее в Риге доходный дом, и она обожает искусство, знает все стили, высмеивает невежественного жениха. Я получал в день пять франков и еду, но владелец санитарного магазина меня извел. Возле обыкновенного дома конца прошлого века он спрашивал, какой это стиль. Вначале я честно отвечал, никакой, но он сердился, говорил, что в Вене платил гиду меньше, чем мне, и тот знал все стили. Я испугался, что лишусь пяти франков, и начал фантазировать. Барокко, ампир, чистая готика. Он все записывал в книжечку. В ресторане я должен был переводить ему меню. Он долго размышлял, что вкуснее. Заказывал, потом выбирал для меня самое дешевое, картошку или макароны. Годы и годы я ходил по улицам Парижа, оборванный, голодный, с южной окраины на северную. Шел и шевелил губами. Сочинял стихи. Мне казалось, что я стал поэтом случайно. Встретился с молоденькой девушкой Лизой, ставшей потом поэтессой, с серапионовой сестрой Полонской. Начало выглядит именно так. Но оказалось, что никакой случайности не было. Стихи стали моей жизнью. В 1916 году в Москве вышла моя книга «Стихи о канунах». Книга изуродована цензурой, почти на каждой странице вместо строк точки. Это первая книга, в которой я говорил своим собственным голосом. «Я писал о войне. Над подушкой картинку повесили. Повесили лихого солдата. Повесили, чтобы мальчику было весело. Чтобы мальчик не плакал, когда вода в вымывальнике капает. Казак улыбается лихо. На казаке папаха. Казак пронзил своей пикой другого, чужого солдата. И красная краска падает на пол». Писал о казне Пугачева. «Прорастут, прорастут твои рваные рученьки, и покроется земля злаками горючими». Писал о себе и о 1916 году, который называл «буйным кануном». Брюсов говорил об этой книге в русских ведомостях. Видно, что для Эренбурга стихи не забава и, конечно, не ремесло, но дело жизни. Нет поэтому у Эренбурга гладких стишков на темы, издавна признанные поэтическими. Нет перепевов общепризнанных образцов поэзии. И нет той ложной красивости и того дешевого мастерства, которые так легко приобретаются в наши дни широко разработанные техники стихотворства. Вернее сказать, все это встречалось в первых книгах Эренбурга, но постепенно он сумел преодолеть соблазн поверхностного успеха. Основной грех всего творчества Эренбурга составляет его подчиненность теориям. Редко он отдается искусству непосредственно. Чаще насилует вдохновение ради своего понимания поэзии. Сознательно избегая трафаретной красивости, Эренбург впадает в противоположную крайность. И его стихи не звучны, не напевны, а предпочтение поэта к отдаленнейшим ассонансам вместо рифмы лишает их последней прекрасы. Всего более привлекают внимание Эренбурга гнойники верхов современной культуры. Выследить все позорное и низменное, что таится под блеском современной европейской утонченности, вот задача, которую сознательно или бессознательно ставит себе молодой поэт. И он с решимостью хирурга, вскрывающего злокачественный нарыв, обнажает в своих непоющих стихах и тайные порывы собственной души, в которых не каждый решится сознаться, и все то низменное и постыдное, что скрыто под мишурой нашей благовоспитанности и культурности. Мне передали копию черновика письма Брюсова ко мне, написанного тогда же. Валерий Яковлевич, сообщая, что отправил в газету рецензию, добавлял, «Я искренне люблю вас, то есть как поэта, ибо как человека не знаю». Это, однако, не значит, что я люблю ваши стихи. Напротив, говорю это откровенно потому самому, что люблю вас, поэта. Мой вывод — тот, который применим ко всем избранным, то есть людям, предназначенным к поэзии. Работайте. Без работы не бывает Пушкиных, Геты, даже Верленов, а ведь ниже Верлена вы быть не захотите, да и не стоит. Не соблазнять же вас лавры какого-нибудь поэта вроде Поля Фора. И личная просьба — не пренебрегайте музыкой стиха. Вы на футуристов не смотрите, вся сущность поэзии в сочетании звуков. Письмо кончалось дружескими словами, а потому обнимаю вас через тысячи верст. Я ответил Брюсову, это было летом 1916 года. Ваше ласковое письмо меня очень тронуло, спасибо. Я вообще не избалован откликами на мои стихи. Ваши же слова были мне особенно ценные. Я внимательно прочел в статью ваше письмо. Многое хотел бы сказать в ответ, но я не умею писать письма. Я не подчиняю свою поэзию никаким теориям, наоборот, я чересчур не сдержан. Дефекты и свинства моих стихов — мои. То, что вам кажется отвратительным, отталкивающим, я чувствую как свое подлинное, а значит, не красивое, не безобразное, а просто должное. Пишу я без рифм и размеров не по пониманию поэзии, а лишь потому, что богатые рифмы или классический стих угнетает мой слух. Я не склонен к поэзии настроений и оттенков. Меня более влечет общее, монументальное. Мне всегда хочется вскрыть вещь, показать, что в ней главного. Вот почему в современном искусстве я больше всего люблю кубизм. Вы говорите мне о сладких звуках и молитвах, но ведь не все сладкие звуки молитвы, вернее, все молитвы богам, но не все богу. Это может быть очень узко, но не потому, что у меня узкое понимание поэзии, а потому, что я человек узкий. Вот все самое главное, что мне хотелось сказать вам. Между нами стена, не только тысячи верст. Называя сборник канунами, кроме общего значения, я имел в виду свое частное. Это лишь мои кануны. Брюсов был прав, говоря, что мне хотелось показать язвы общества. Пять лет спустя я написал сатирический роман «Хулио Хорренито». Но со стихами я не мог, да и не могу расстаться. Правда, бывали долгие перерывы, когда я не писал стихов с 1924 года по 1937, но всегда я повторял стихи любимых поэтов, как заклинание. Без поэзии не прожил дня. Я говорил в книге для взрослых. Иногда я все же завидую поэтам. Мы едва вытаскиваем ноги из трясины. Их походка похожа на прыжки, показанные замедленной проекцией. Они плывут в воздухе. Я заметил, что, читая стихи, они судорожно выбрасывают руки. Это жесты пловца. Их тротуары не ниже второго этажа. Для нас запятые мясо, страсть, глубина, они обходятся даже без точек. Ритм стихов переходит в ритм времени. И поэтому куда легче понять язык будущего. Эти размышления относятся к началу 1936 года. Вскоре началась испанская война. Я писал статьи, листовки, заметки, написал даже повесть. Но неожиданно, как некогда, начал шевелить губами и сочинять стихи. Не потому, что хотел увидеть будущее, а потому, что нужно было сказать о настоящем. Многие из моих прошлых мыслей мне теперь представляются неправильными, глупыми, смешными. А вот то, почему я начал писать стихи, мне кажется правильным и теперь. 18-летний юноша понял, что стихами можно сказать то, чего не скажешь прозой. Эту мысль разделяет старый литератор, который пишет книгу воспоминаний. Один критик писал, что в моем романе «Падение Парижа» много действующих лиц, но нет героя. По-моему, герой романа — Париж. Эту книгу я написал в 50 лет. Я больше не был ни хулителем, ни проповедником. Та узость, о которой я писал Брюсову, с годами сгладилась. Оценки 50-летнего человека напоминают разношенную обувь. А в годы, когда я складывался, мне было трудно рассуждать о Париже. Я его и страстно любил, и не менее страстно ненавидел. Тебя, Париж, я жду ночами, как сутенер приходишь ты. Я перестал ходить на лекции. Школой оказался Париж, школой хорошей, но суровой. Я его часто проклинал, не потому что моя жизнь была трудна, а потому что Париж заставил меня понять всю трудность жизни. Казалось бы, после тихой дореволюционной Москвы и о деревянных домишек, извозчиков, самоваров, купеческого пудового сна, Париж должен был поразить меня своей современностью, дерзостью, новшествами. Да, конечно, тут было много автомобилей. Они с трудом пробирались по узким средневековым улицам. Газеты часто называли Париж городом светочем. Большие бульвары действительно были освещены куда ярче, чем Тверская или Кузнецкий мост. Но в домах еще редко можно было увидеть электрическое освещение, пожалуй, реже, чем в Москве. Лачуги зоны, полосы возле былых укреплений города, казались мне неправдоподобными. Часто я приходил ночью на улицу Муфтар. По ней основали огромные жирные крысы. Эйфелева башня еще порождала споры. Еще жили современники и единомышленники Мопассана, считавшие, что она изуродовала город. Молодым художникам она нравилась. Сама башня была в возрасте девушки на выданье. Никто не мог предположить, что она окажется полезной для радио и телевидения. Телефонов было мало, зато процветала пневматическая почта. Никогда раньше я не видел столько старых домов, пепельных, морщинистых, пятнистых. Я еще не знал, что стоит дому продержаться в Париже 30-40 лет, как он приобретает внешность памятника старины. Все дома оказались мне древними, а древность открывалась передо мной, подобная новому неизвестному миру. Я входил в темную улицу, как в джунгли. В Москве, глядя на кремлевские соборы, я никогда не задумывался над их красотой. Они были вне моей жизни, никак не соответствовали ни явкам, ни крыльям горьковского буревестника. В гимназии я нехоть изобрел имена удельных князей, считал, что это абстракция, как теорема или как урок латыни. Много есть имен на Ис, маскулини Генерис. А в Париже прошлое казалось настоящим. Даже названия улиц были загадочными. Улица Королевы Бланш, улица Кота Рыболова, улица Дыбы. Катя жила на улице Деревянного Меча. Я часто заходил в дом, где скрывался некогда Марат. Среди автомобилей пробиралось стадо коз, и пастух здесь же доил упрямую козу. Я бродил по набережным сены, рылся в ящиках со старыми книгами. Букинисты казались еще более древними, чем томики в кожаных или пергаментных переплетах. Там я иногда встречал пожилого человека, похожего на букиниста. Он брал в руки книгу, как садовод грушу. Страстно и в то же время деловито. Это был Анатоль Франц. Я никогда его не встречал впоследствии. Был на похоронах в 1924 году, когда за гробом старого эпикурейца и коммуниста шли сенаторы и рабочие, академики и подростки. В 1946 году внук Анатолия Франца водил меня по дому писателя в Ля-Бошельер возле Тура. Я увидел, что эпикуреец был не книжником, не эстетом, а живым человеком. Дом был загроможден не коллекциями, а теми обломками, которые оставляют после себя годы жизни, путешествия, страсти, встречи. На полке, наверное, стояли и те книги, которые Анатоль Франц при мне покупал на набережной сены. Как-то среди старых псалтырей и пасторалей я напал на Эдду Боротынского. На титульном листе было написано «Просперу Мериме» переводчику нашего великого Пушкина Евгений Боротынский. Я заплатил за книгу шесть су и тут же начал ее читать. Сено уныло шевелило своей чешуей, на барже спал раскормленный кот, напротив была мертвецкая. Под утро туда приезжали закутившие парижане, разглядывали трупы самоубийц. Собор Нотр-Дам в сизолиловом тумане казался каменной рощей. Боротынский писал «Фришлец исполнен смутной думы. Не мира ль давнего лежат, пред ним развалины угрюмы». Развалины, кстати сказать, иногда весьма долговечны. Афинский Акрополь пережил не только духовно, но и материально жилища различных людей, которые в течение двадцати пяти веков его старательно разрушали. В Париже прошлое сливается с настоящим. Это удивительный город. Он не строился по плану, а рос как лес. Стена аварийного дома, где ютятся горемыки, испачканные непристойными надписями, любовными признаниями, предвыборной руганью, имеет все права претендовать на благоговение прохожих на покровительство государства. Мне трудно было понять, где вчерашний день и где завтрашний. У Парижа свой календарь. Говоря о социальной революции, Жорес ссылался на античные мифы. Он вопил и жестикулировал, как Мунессюли в роли Эдипа. В церквах я часто видел студентов, медиков, физиков. Они смачивали лоб святой водой, и когда раздавался звонок, дружно становились на колени. Поэт Шарль Теги писал о Жальне де Арк и считался католиком. Мне нравились его стихи. Он повторял сто раз одно и то же, и каждый раз отступал от прежнего. Его ритм напоминал бег охотничьей собаки, которая идет туда же, что и ее хозяин, но все время петляет. Мне привелось однажды с ним беседовать в редакции Кае де Ля Конзен. Я думал, что он будет говорить о религии, о Бергсоне, о мессианстве, но он заговорил о России. Я немного знаю ваших писателей. Может быть, русские первые низвергнут власть денег. Я прочитал стихи Франсуа Вийона. Он жил в пятнадцатом веке, был вором и разбойником. От жажды умираю над ручьем, смеюсь сквозь слезы и тружусь играя. Куда бы ни пошел, везде мой дом. Чужби на мне страна моя родная. Я знаю все, я ничего не знаю. Перед этим я переводил стихи Маларне, который считался одним из зачинателей новой поэзии. Я понял, что Франсуа Вийон мне куда ближе, чем автор послеобеденного отдыха Фавна. Я читал и перечитывал «Красное и черное». Трудно было представить себе, что этому роману уже восемьдесят лет. Кругом меня говорили, что писатель, раскрывающий современность, это Андре Жид. Я раздобыл его роман «Узкая дверь». Мне показалось, что эта книга написана в восемнадцатом веке. И я усмехнулся, думая, что автор ее жив. Я его видел в театре в Е-Колумбье. Все казалось непредвиденным. И все было возможным. Я шел по площади Клеши и сочинял стихи, когда площадь вдруг заполнилась толпой. Люди кричали, они хотели прорвать цепи полицейских и пройти к испанскому посольству. Протестовали против казни анархиста Ферреро. Раздался выстрел, сразу выросли баррикады, опрокинули ромнибусы и повалили фонари. Бушевали фонтаны горящего газа. Я не твердо знал, кем был Ферреро и почему его казнили, но я кричал вместе со всеми. Казалось, это революция. Несколько часов спустя на площади Клеши люди преспокойно пили кофе или пиво. Париж тогда называли столицей мира. И правда, в нем жили представители сотни различных стран. Индийцы в тюрбанах обречали лицемерие английских либералов. Македонцы устраивали шумлевые митинги. Китайские студенты праздновали объявления республики. Выходили газеты польские, португальские, финские, арабские, еврейские и чешские. Парижане аплодировали священной весне Стравинского итальянскому футуристу Маринетти. Иди Рубинштейн, которая поставила мистерию Данунца. Столица мира была в то же время глубокой провинцией. Париж распадался на кварталы. В каждом из них была своя главная улица с магазинами, с маленькими театрами, с танцуйками. Все знали друг друга, судачили на улицах, рассказывали сплетни о булочнице, о любовнице Жака, о том, что жена Жана наставила ему рога. Можно было ходить в любом наряде, делать все, что угодно. Ежегодно весной устраивался бал учеников художественной академии. По улицам шествовали голые студенты и натурщицы. На самых скромных были трусики. Однажды испанский художник возле кафе Ротонда разделся догола. Полицейский лениво его спросил, «Тебе, старина, не холодно?» Дважды в год на Масляной и посередине Великого Поста устраивали карнавал. Проезжали колесницы с ряжеными. Люди гуляли в нелепых масках и кидали в лицо встречным конфетти. Проводили также белых валов, получивших призы. В ресторанах висели плакаты. «Завтра наши достоуважаемые посетители смогут получить бифштексы из мяса лауреата». На всех скамейках, под каштанами или под платанами, влюбленные сосредоточенно целовались. Никто им не мешал. Акулов однажды после дюжины рюма к коньяку забрался на карету и стал объяснять прохожим, что скоро всех министров повесят на фонарях. Некоторые слушали, но, конечно, никто не поверил. Я жил не только без паспорта, но и без удостоверения личности. Когда в банке у меня попросили документ, я пошел в префектуру. Мне сказали, чтобы я привел в качестве свидетелей двух французов. Я торопился получить деньги и умолил пойти со мной владельца булочной, где я покупал хлеб, и полузнакомого художника, который сидел с утра в кафе и пил ром. Разумеется, они ничего про меня не знали, но согласились расписаться. Чиновник выдал мне удостоверение, в котором торжественно подтверждалось, что такое-то заявил такое-то. Этого было достаточно не только для служащего банка, но и для полицейских, иногда устраивавших облавы на бандитов. В кабаре пели куплеты. Президент республики Рогоносец, министр юстиции нечист на руку, министр народного просвещения бегает за девчонками и пишет им цедульки с грамматическими ошибками. Гюстав РВ в газете «Социальная война» призывал к истреблению буржуазии. Певец Монтегюс прославлял солдат 17-го полка, которые отказались стрелять в демонстрантов. В 5 часов утра в маленькие ловчонки привозили чуки газет. Газеты складывали. Они лежали на улице, прохожие клали медики на тарелочку. Газет было не менее 20 всех направлений. Журналисты обливали друг друга помоями. Потом они встречались в одном из кафе на улице круассан и вместе попивали аперитивы. В кафе ходили для того, чтобы встретить знакомых, поговорить о политике, посудачить, посплетничать. У людей различных профессий были свои кафе. У адвокатов, у скопоторговцев, у художников, у жокеев, у актеров, у ювелиров, у стряпчих, у сенаторов, у сатенеров, у писателей, у скорняков. В кафе, куда приходили сторонники Жоресса, не заглядывали сторонники Геда. Были кафе, где собирались шахматисты, там разыгрывались исторические партии между Ласкером и Капабланкой. Я ходил в кафе Клозери Далиля. По-русски это означает «сиреневый хутор». Никакой сирени там не было. Зато можно было, заказав стакан кофе, попросить бумаги и писать пять-шесть часов. Бумага отпускалась бесплатно. По вторникам в Клозери Далиля приходили французские писатели, главным образом поэты. Спорили о пользе или вреде научной поэзии, изобретенной Ренагилем, восхищались фантазии Сен-Поль-Ру, ругали издателя Меркюр де Франс. Однажды были устроены выборы. На трон принца поэзии посадили поляфора, красивого, черного, как смоль автора многих тысяч баллад, и веселых полугростных. «Можно было подумать, что в Париже все ходят вверх на землю». Иногда газеты сообщали, что завтра на заре приговоренный к казни будет гильотинирован. Возле тюремных ворот собирались деваки, глазели на палача, на осужденного, потом на отрезанную голову. Я читал книги Леона Блуа. Он называл себя католиком, но ненавидел богатых святош и лицемеров в Митрах. Его книги были теми прокламациями, которые должны печататься в аду для неспровержения рая. Я читал также Монтене и Рэмбо, Достоевского и Гийома Аполлинера. Я мечтал то о революции, то о свето-представлении, ничего не происходило. Потом люди уверяли, что тот, кто не жил в предвоенные годы, не узнал сладости жизни. Я сладости не чувствовал. Когда я спрашивал французов, что же будет дальше, они отвечали, одни удовлетворенно, другие со вздохом, что Франция пережила четыре революции, что у нее иммунитет. Искусство все более и более притягивало меня к себе. Стихи заменяли не только бифштексы, но и ту общую идею, о которой тосковал герой скучной истории, а с ним заодно Чехов. Нет, тоска оставалась. В искусстве я искал не успокоения, а иступленных чувств. Я подружился с художниками и начал посещать выставки. Ежемесячно поэты и художники оглашали различные художественные манифесты, низвергали все и всех, но все и все оставались на месте. В детстве мы играли в игру «Да и нет, не говорите, белого и черного не называйте». Кто по ошибке произносил запрещенное слово, платил фант. Порой мне казалось, что Париж играет в эту игру. Теперь я думаю, что, может быть, несправедливо, то поносил, то благословлял Париж. В молодости присущи требовательность, беспокойство. Лермонтов написал «А он, мятежный, ищет бурь, как будто в бурях есть покой». Когда ему было восемнадцать лет. Кто знает, окажись я в Смоленске, не пережил ли бы я такого же смятения. Может быть, на два-три года позднее, может быть, не в столь острой форме. Что касается игры в «Да и нет, не говорите», то она относится к природе искусства, а в Париже с искусством не разменешься. Париж многому меня научил, он раздвинул стены моего мира. Часто этому городу приписывают веселье. По-моему, Париж умеет грустно улыбаться. Таковы его дома, таковы его поэты, таковы и глаза его девушек. Это умение быть радостным в печали, печальным в радости, порой его окрыляет, порой подрезает его крылья. Впрочем, об этом мне придется не раз говорить, когда я перейду к событиям последующих десятилетий. Тогда я подобных выводов не делал. Париж меня учил, обогащал, разорял, ставил на ноги и сбивал с ног. Все это в порядке вещей. Когда человек что-то приобретает, он одновременно что-то теряет. Идешь вперед и навеки расстаешься с теми радостями и бедами, которые еще вчера были твоей жизнью. С Бальмонтом мне не повезло. Когда я начал писать стихи, его книги мне казались откровением. Я мечтал когда-нибудь увидеть человека, написавшего «Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце». Познакомился я с Константином Дмитриевичем два года спустя. Многое в его стихах мне уже казалось смешным. Я боготворил Блока, читал Анинского, Сологуба, Гумилева, Мандельштама. Бальмонт вовремя увидел солнце, а я опоздал на Бальмонта. Я познакомился с Константином Дмитриевичем в 1911 году. Ему тогда было 44 года. Я знал, что он живет в Париже и, разумеется, послал ему мою первую книгу. Бальмонт был человеком чувств. Жизнь его изобиловала случайностями, порой драматическими. Он, например, дважды оказывался эмигрантом. Если применять обычные этикетки, в первый раз красным, во второй белым. После разгрома революции 1905 года Бальмонт возмутился расправами, свистом на гаек, виселицами. Он издал за границей песни Мстителя, книгу с весьма благородными чувствами и с весьма плохими стихами. Он называл Николая II кровавым палачом. Хотя книга была на редкость слабой, царь рассердился, и Бальмонту пришлось перейти на положение эмигранта. Только в 1913 году великий князь Константин, посредственный стихотворец, подписывшийся К.Р., выпросил у Николая амнистию Бальмонту. Константин Дмитриевич жил на улице Пасси. Впоследствии в этом районе обосновалась белая эмиграция. У него часто бывали гости, и русские парижане, и приезжие из России, и французы. Он пригласил меня. В тот вечер я был единственным гостем. Жена Константина Дмитриевича, высокая, красивая женщина, меня приняла сердечно. Я сразу перестал стесняться, забыл, что передо мной знаменитый поэт. Никуда я в гости не ходил, бывал только в кафе или у художников, в нетопленных грязных мастерских. А здесь я попал в русский дом, теплый, светлый. Меня напоили чаем. Маленькая дочка Константина Дмитриевича, Неника, шалила. Все было чудесно и обыденно. Все, кроме внешности хозяина. Бальмонт был необычайным. Парижан трудно удивить, но я не раз видел, как на Бальмонта оглядывались, когда он проходил по бульвару Сен-Жермен. В Москве в 1918 году люди хмуро шли с кошелками, некоторые тащили салазки. Было холодно, голодно. И все же прохожие удивились. Посередине мостовой шествовал рыжий чудак, с головой поднятой к серому небу. В молодости Бальмонт пытался кончить жизнь самоубийством. Выбросился из окна. Он повредил себе ногу и всю жизнь слегка прихрамывал. Шагал он быстро, и казалось, что скачет птица, привыкшая скорее летать, чем ходить. У него было лицо, то чрезвычайно бледное, то цвета меди, зеленые глаза, рыжая бородка, рыжие волосы, которые кудрями спадали на спину. Среди экскурсантов, приезжавших в Париж, которых я обслуживал, был один священник. Заметив, что кто-то при виде его засмеялся, он стал стыдливо прятать свои волосы под шляпу, закалывая их шпильками. А Бальмонт кудрями гордился. Он походил на тропическую птицу, случайно залетевшую не на ту широту. Он вежливо предложил мне почитать стихи. Говорил «хорошо, хорошо». Вероятно, хотел приласкать молодого автора. Потом он встал и начал читать свои произведения. Стихи на меня не произвели впечатление. Начинала с эпохи его поэтического заката. Но я был поражен голосом, вдохновенным и высокомерным. Он читал, как шаман, знающий, что его слова имеют силу, если не над злым духом, то над бедными кочевниками. Он говорил на многих языках, на всех с акцентом, не с русским, а с бальмонтовским. Особенно своеобразно он произносил звук «н», не то по-французски, не то по-польски. В стихах было много рифм с длинными «н» — священный, вдохновенный, презренный. И он их тянул с явным удовольствием. Иногда он звал меня к себе. Я встречал у него московских меценатов, французских переводчиков, восторженных поклонниц. В Париж приехал из Одессы молодой поэт Марк Таллов. Говорил, что ему пришлось оставить родину, что у него там невеста. Он бедствовал, читал свои стихи. «Здесь я постиг всю горечь одиночества, здесь муки начинаются мои. Нет у меня ни имени, ни отчества, ни родины, ни счастья, ни семьи». Мы посмеивались, когда он повторял нам, что невеста ждет его возвращения. Он вернулся в Одессу десять лет спустя, и невеста действительно его ждала. Таллову очень хотелось прочитать свои стихи Бальмонту. Я его взял с собой, но он от смущения сбился, вместо стула сел на горячую железную печку. Все рассмеялись, а Бальмонт принялся хвалить стихи, которых он так и не услышал. Бальмонт то молчал, рассеянно глядя по сторонам, то оживлялся, рассказывал про Египет, Мексику, Испанию. Все страны в его рассказах выглядели фантастическими. Он изъездил, кажется, весь мир, но увидел при этом только одну страну, которой нет на карте. Я назову ее Бальмонтией. Чехов о нем написал. Он хорошо и выразительно говорит, только когда бывает выпивши. Я часто встречал Константина Дмитриевича в кафе. После двух-трех рюмок к коньяку он действительно становился прекрасным рассказчиком. Я видел то чопорных пансионных хозяек Оксфорда, то колдуна с Явы, то Валерия Яковлевича Брюсова, увлекавшегося магией. Неизменно Бальмонт повторял какой-то старинный грузинский заговор, где речь шла о черном цвете. Унять его было невозможно. Он кричал своей спутнице, «Я хочу уйти в ночь! Елена, не противоборствуй!» Было в его облике нечто величественное и жалкое, высокомерное и ребячливое. Его сравнивали с Цеверленом. Алкоголь, музыка, детскость. Но Бальмонт, в отличие от бедного Лилиана, был человеком высокообразованным. Он прочитал множество книг. Он переводил поэзию различных эпох, различных стран Шелли и Кальдерона, Руставеля и Уитмена, Леопарди и Словацкого, Блека и Гейна, Эдгара По и Уайльда. Старые песни Египта и стихи Поляфора в переводе Бальмонта звучали одинаково. Как в любовных стихах он восхищался не женщинами, которым посвящал стихи, а своим чувствам, так, переводя других поэтов, он упивался тембром своего голоса. Он любил грандиозные, горные вершины, пропасти, океан. Художник Брак как-то сказал, что нужно уметь линейкой проверять вдохновение. Бальмонту такие слова показались бы мещанством. Он жил оптом. Он писал стихи с быстротой стенографистки. Он посвящал одну и ту же книгу целой веренице лиц от брата моих мечтаний, поэта и волхва Валерия Брюсова, до Люси Савицкой, с душой вольной и прозрачной, как лесной ручей. Вот любовные стихи в книге «Будем, как солнце». Одно следует за другим, и все с именными посвящениями. В 1917-1918 годах я несколько раз встречал его в Москве. Он оставался верен себе. Революция его сердила своей настойчивостью. Он не хотел, чтобы история вмешивалась в его жизнь. Не раз он страстно влюблялся и остывал. Писал об этом в стихах. Он думал, что так же легко может распроститься с эпохой. Этим летом я Россию разлюбил. Однажды я прочитал ему мои стихи о казни Пугачева, о расплате. Константин Дмитриевич сначала недовольно морщился, потом написал в моей записной книжке «Я слышал варварскую речь, молитву, крики, песни в лике стона. Но не хочу тебя предостеречь. Ты хочешь срыва? Мощь сладка уклона. Будь варваром, Когда царит пожар, Лишь варвар юный смел. Не прав лишь тот, кто стар. Внизу дата 28 декабря 1917 года. Три или четыре года спустя он уехал в Париж, и там решил, что прав только он. Его политические стихи с проклятиями революции столь же беспомощны, как песни Мстителя. Он снова оказался эмигрантом, но уже не на несколько лет, а пожизненно бедствовал, припадки с запоя учащались. В 1934 году я его встретил на бульваре Мон-Парнас. Он шел один, постаревший, в протертом пальто. По-прежнему висели длинные кудри, но уже не рыжие, а белые. Он узнал меня, поздоровался. А мне говорили, что вы в России. Я ответил, что недавно вернулся из Москвы. Он оживился. Скажите, меня там помнят, читают? Мне стало жаль его. Я солгал, конечно, помнят. Он улыбнулся и пошел дальше с высоко поднятой головой. Бедный, неизложенный король. Большая советская энциклопедия посвящает поэту-декаденту 20 строк. Столько же, сколько Бенедиктову. Но за последним признаются некоторые достоинства. За Бальмонтом никаких. Молодые советские читатели вряд ли знают, что существовал такой поэт. А в начале 20 века нельзя было найти студента незнакомого, если не со стихами, то по меньшей мере со славой. Боится, это было психозом, самообманом. И признание горьким или брюсовым таланта Бальмонта можно объяснить тем, что читающая Россия разделяла его стремление укрыться от действительности и его восторг перед варварством, как утверждает статья в энциклопедии. Я вспомнил Бенедиктова не только потому, что он был знаменит и быстро подвергся общему забвению. Можно сказать, что в своих неудачных произведениях Бальмонт напоминает Бенедиктова крикливостью, безвкусием. Бальмонт мог, например, написать «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя сорвать». Волошин уверял, что одна акушерка ему прислала «Ответ Бальмонту», в котором были строки «Хочу быть твердой, хочу быть гордой, хочу мужчин к себе не подпускать». Да, у Бальмонта много дурных стихов. Он писал очень много и все написанное печатал. Но из тридцати его книг можно составить одну хорошую. Это все же не Бенедиктов. Да и кому нравился Бенедиктов? Не взыскательным женам городничих. А Бальмонт многое изменил в русской поэзии. Достаточно перечитать такие его стихотворения, как «Я изысканность русской медлительной речи» или «Есть в русской природе усталая нежность». Судьба к нему была на редкость несправедлива. Им восхищались, а потом мстили ему за то, что он восхищал. Утверждая себя как мятежника, как выразителя современности, Бальмонт был не только эгоцентриком. Он был потрясающим анахронизмом. Он вошел в литературу с XX веком. Уже сновали по улицам машины, уже росли корпуса с заводов, уже шли грандиозные социальные битвы, а Бальмонт оставался трубадуром XIV века, на котором был смешон современный пиджак. Когда футуристы пришли на литературный вечер и начали громить устаревшего Бальмонта, Константин Дмитриевич, откинув голову назад, прочитал свое старое стихотворение «Тише, тише, совлекайте с древних идолов одежды, слишком долго вы молились, не забудьте прошлый свет». Приближалась величайшая буря, а запоздавший трубадур обращался к первому порыву ветра с наивной просьбой быть зефиром. Он столько книг прочитал и все-таки не понял, что древних идолов не только быстро раздевают, их преспокойно жгут. Пожалуй, в этом был еще больший анахронизм, чем в локонах и в позе Веласкесовского «Идальго». Оставался длинный и неласковый закат, запустение, одиночество, нужда, душевное заболевание. Умер он в 1942 году. В молодости мне удалось дважды побывать в Италии. Денег у меня было мало, я ночевал и на постоялых дворах, и в подозрительных притонах, ел в харчевнях макароны, миска стоила два сольди и обманчиво насыщала на несколько часов. Когда не хватало денег на поезд, отправлялся в путь пешком. «Месяцы в Италии я вспоминаю как самые счастливые. Там я понял, что искусство не прихоть, не украшений, не праздничные даты календаря, что с ним можно жить в одной комнате, как с любимым человеком. Каждый юноша, впервые влюбляясь, думает, что он открывает неведомый да то ли мир. Так было у меня с Италией. Издавна чужестранные писатели, попадая в эту страну, были по-новому счастливы, по-новому ощущали близость искусства, от Стендаля до Блока, от Гёте до наших современников. Правда, Хемингуэй именно в Италии узнал меру человеческого горя. Но было это в годы войны, а война повсюду война. Для меня Италия была и раем, и школьной скамьей. В 1909 году я глядел на холсты Ван Гога, Гогена, Матисса с недоверием, почти с испугом, как теленок смотрит на поезд. Пять лет спустя я подружился с художниками, с Пикассо, Леже, Модильяне, Риверой. Их работы помогали мне разобраться в клубке надежд и сомнений. Ключ к современному искусству я нашел в прошлом. Нельзя понять Модильяне без живописи Возрождения, как нельзя понять Блока без Пушкина. Блока я понял раньше, чем Модильяне. Пушкина я знал с детства, а живописной азбуке меня никто не учил. Мне говорили только, что Рафаэль — величайший в мире художник, и что картина «Не ждали» связана с революционной борьбой. Когда я пришел впервые в Лувр, я был дикарем. Я хотел во что бы то ни стало увидеть таинственную улыбку Джоконды, а увидев ее, начал гадать, что она означает. Потом я вспомнил о Венере Милосской. Необходимо ее поглядеть, ведь все говорят, что она идеал красоты. Перед ней в умилении плакали Гейна и Глеб Успенский. Лувр был большим музеем в большом городе. Я постоял, повздыхал и ушел. Маленькие музеи сонного пустого брюгга стали для меня начальной школой. Но по-настоящему я пристрастился к искусству в Италии. Я пишу сейчас не книгу о живописи, да и не пытаюсь в точности воспроизвести свои давние впечатления. Очень трудно в вечер жизни припомнить, понять ее утро. Меняется освещение, меняется и восприятие того, что видишь. Ко многому, что когда-то мне нравилось, я теперь равнодушен. А с годами мне начало раскрываться то, мимо чего я в молодости проходил. В отличие от точных наук, искусство не поддается бесспорным оценкам. В XVIII веке просвещенные ценители искусств считали готику уродливым варварством. Пушкин презрительно отозвался о поэзии Франсуа Вийона. Стендаль, признавая, что Джотто был ступенькой к Рафаэлю, все же находил его живопись беспомощной и уродливой. С тех пор оценки изменились. Нам близко то, что проглядели лучшие умы конца XVIII и начала XIX века. Но, может быть, не стоит повторять их ошибки и одарять презрительными оценками те произведения искусства, которые нам чужды. Я расскажу о смене суждений одного человека только для того, чтобы напомнить, как относительны наши оценки. В 1911 году меня покорили художники Кватраченто и, прежде всего, Боттичелли. Бог ты мой, сколько часов я простоял перед рождением Венеры и весной. Фрески Рафаэля мне казались скучными. Джотто напоминал иконы. Женщины Боттичелли не были грубыми, толстыми, розовыми, как на картинах венецианцев. Не были бесплотными и чересчур одухотворенными, как у Немлинга или Ван Эйка. Венера стыдливо чуть печально глядела на мир. Примерно так же я глядел на Венеру. Я увлекался книгой образы Италии. Муратов как будто заглянул мне в душу. Он писал, что рождение Венеры — величайшая картина в мире. Я пытаюсь теперь разобраться, чем меня подкупал Боттичелли. Вероятно, сочетанием жизненной радости с горечью. Началом эпохи неверия, умением придать смятению гармонию. Два года спустя, приехав во Флоренцию, я первым делом отправился на свидание с картинами Боттичелли. И растерялся. Конечно, они были прекрасны, но я ими любовался в чуже. Они больше не соответствовали моему душевному состоянию. Мне уже не хотелось поэтизировать смуту. Меня укачивало, и я хотел глядеть на неподвижный берег. Я с уважением думал о людях, исполненных верой, и о Вале Неймарке, и о Франсисе Жамме. Я полюбил фра Беато. Его живопись была действием. Он не только писал Мадонну, он молился перед своим холстом. Меня привлекли Джотто, мастера сьенны. Я писал сьенцев пристальные взгляды, в церкви запах воска и соборные фасады с мрамором в полоску. Перед моими глазами стояли строгие, задумчивые фрески первых флорентийских мастеров. Я снова попытался понять, почему славен Рафаэль, в чем притягательная сила Тинторетто. Но это оставалось для меня запечатанной книгой. Вскоре после этого я забыл о Фра Беато. Я увидел удлиненные тела Греко, гигантов Микеланджело, трагические пейзажи Пуссена. Я узнал десятки различных музеев. Иногда судьба забрасывала меня в Италию. Происходили величайшие события, о которых можно написать сотни книг. И то не про все расскажешь. В 1924 году я увидел Италию униженную, оскорбленную, возмущенную. Когда я был в Риме, фашисты похитили Матеотти. На площадях люди жгли фашистские газеты. Мне казалось, что это первые раскаты грома. Они были последними. Иеремия в Сикстинской капелле горевал и пытался оправдать свое звание пророка. Четверть века спустя я снова очутился в Италии. Весна Боттичелли показалась мне манерной и приторной. Я глядел с уважением на падуанские фрески Джорта, но не было во мне прежнего трепета. Зато на старости лет я впервые открыл Рафаэля. Говорю о ватиканских станциях. Сикстинская Мадонна и теперь оставляет меня равнодушным. Меня потрясли ясность, гармония афинской школы и диспута о причащении. Трудно себе представить, что они созданы молодым человеком. Обычно художники формируются медленно, как деревья. Да и век художника-долог. Тициан дожил до девяносто девяти лет, Энгр до восьмидесяти семи. Микеланджело, Клод, Лорен, Шарден, Гоя, Моне, Дега перевалили за восемьдесят. А Рафаэль умер, как умирают поэты, тридцати семи лет. И, кажется, был самым умудренным. Сюжеты не увлекали его и не отталкивали. Ему пришлось, например, изобразить церковный диспут о причащении. Будучи человеком глубоко светским, он не мог воодушевиться сюжетом. Нас чрезвычайно мало интересуют теологические дискуссии шестнадцатого века. Но мы стоим очарованные, нас поражает композиция Рафаэля. Только то пригодно для описания, что останется интересным и после того, как история вынесет свой приговор, говорил Стендаль. Что же интересно нам в диспуте о причащении? Конечно, не предмет спора, да и не участники дискуссии. Композиция, рисунок, краски продолжают нас волновать четыреста лет спустя, после того, как история вынесла свой приговор не только адептам различных форм причащения, но и верованием, породившим эти обряды. В Венеции я не мог уйти из длинного зала школы Сан-Рокко, где находятся холсты Тинторетто. Дело снова не в сюжетах. Они те же, что на картинах множество других художников. Но Тинторетто, который видел, ощущал, понимал мир трагически, сумел это выразить. Ему было достаточно пальцев ноги, складок бархата, сползающего вниз, облако, куска стены, чтобы рассказать миру то, о чем начал вскоре писать Шекспир. В картинах Тинторетто все элементы современного искусства. И в школе Сан-Рокко особенно ясно понимаешь наивность апологетов абстрактной живописи, стремящихся найти более свободное или, если угодно, более углубленное разрешение живописных проблем, чем то делали Тинторетто, Сурбаран или, много позднее, Сезанн. Тинторетто приходилось считаться с догмами католической церкви, с ханжеством и лицемерием венецианских дожей, со множеством, казалось бы, ненужных препятствий, а препятствия нужны большому художнику. Это стартовая площадка, начало преодоления непреодолимого. Я пересказал весьма спорные суждения юноши, человека сорока лет и мои теперешние старческие. Конечно, не потому, что они сами по себе представляют какой-либо интерес, да я и не историк искусств. Мне кажется, что любопытны не оценки, а их смена в течение одной человеческой жизни. Пэт Бальмонт наивно просил не торопиться с разоблачением вчерашних кумиров. Настоящие мастера не нуждаются в сострадании, но простой здравый смысл подсказывает некоторую осмотрительность. Развенчанные идолы могут снова стать богами. Открытие в области наук опрокидывает теории предшественников. Нельзя теперь изучать астрономию ни по Птоломею, ни по Пифагору. А скульптура древних греков представляется нам совершенной. Мне сейчас не по душе Боттичелли. Не существенно, что я его любил в молодости. Существенно то, что его, наверное, будут любить, если не наши внуки, то наши правнуки. Мне трудно сказать доброе слово о живописцах Балонской школы. У меня с ними свои счеты. Хотя, конечно, это не их вина. Балонская живопись на 300 лет определила каноны того условного эклектического искусства, которое по недоразумению или по привычке многие до сих пор называют реалистическим. Брюсов писал в 1922 году «Реализм», беря слово не как философский термин, а в том смысле, как оно употребляется в области искусств, ставит перед художником задачу верно воспроизводить действительность. Но какой художник, где, когда, в какой стране, в какую эпоху задавался иной целью? Вся разница была лишь в том, что понимать под действительностью. Художники итальянской школы эпохи Возрождения и даже их предшественники прерафаэлиты, те, которым так охотно противопоставляют жанровую живопись фламандцев и голландцев, мечтали ли изображать что-то чуждое действительности? Чего добивались импрессионисты, которых винили в свое время критики, что они делают лишь пятна совершенно несоответствующей действительности, да именно того, чтобы при помощи этих пятен, вернее, точнее, передать реальность, как она воспринимается нашими внешними чувствами, нашим зрением? Стоит художнику вместо античных мифов или евангельских сцен изобразить события, волнующие его современников, и придерживаться при письме условных канонов Болонской школы, как его поздравляет, он реалист. Но пройдет 20 или 40 лет, исчезнут в мире последние эпигоны академического направления, и тогда наши внуки или правнуки смогут реабилитировать холсты Карача и других Болонцев. Искусство прошлого не только раскрывает нам глаза, оно раскрывается от жара наших глаз. Любовь потомков — вот неутомимый реставратор, который расчищает пожухшие холсты, возвращает им первоначальное сияние. Мне остается добавить, что когда я был в Италии осенью 1959 года, самое сильное впечатление на меня произвели этрусские саркофаги, иступленные мужчины и женщины, подымающиеся из каменных гробов. Я долго глядел на них во дворе небольшого музея в Таркинье, неподалеку от Рима. Теперь, когда я пишу эту книгу и пытаюсь оживить мое прошлое, друзей, большинство которых я пережил, я вижу перед собой мужчин и женщин, живших за 25 веков до того, как я родился. Мне кажется, что я их знаю и понимаю как моих современников. В молодости я особенно нежно любил Флоренцию, ее сельский дух, сочетание скульптуры Донателло и крестьян в широких соломенных шляпах, керамики Делла Робиа и холмов вокруг города, садов, огородов, одиноких кипарисов, лавочек на старом мосту, базаров, мутной реки, ясного неба и тени Данте, встретившего здесь свою Беатрич. Как все города, построенные в одну эпоху и, следовательно, гармоничные, Флоренция сразу понятна и мила. С годами я полюбил Рим. Эпохи в нем перемешаны. Рядом античные развалины и новые кварталы, извивающиеся статуи барокко и базилики первых христиан, высокое возрождение и помпезные памятники конца 19 века. Вначале этот непорядок стесняет приезжего, но потом видишь, что века время мирно сосуществует. Рим прекрасен не только там, где его смотрят караваны туристов. Любая улица, любая стена ничем не примечательного дома радует глаз. Его гармония сложна. В ней цельность, доступная только большому художнику и большому народу. До чего были неправы путешественники, среди них и великие, как Гёте, которые увидели в Италии только музей, да еще бессмертную красоту природы. Все, что меня чаровало и чарует, Виталий, тесно связано с людьми. Народы, конечно, меняются, но если есть возможность охватить века, спасти прошлое от забвения и непонимания, то это связано с гением народа, с некоторыми присущими ему чертами. Я много лет прожил во Франции, научился понимать французов, о моей любви к ним говорить не приходится, она известна. Именно поэтому я решаюсь повторить слова Стендаля, который утверждал, что итальянцы проще непосредственнее французов. Могло ли это не подкупить юношу, еще помнившего тепло за душевных бесед где-нибудь на Казихах, на Сдоженке или на Арбате? Конечно, итальянцы, как и все люди, бывают разные. Я не забываю ни про борьбу классов, ни про эпоху фашизма. И все же мне думается, что в характере итальянцев заложена доброта. Я часто спрашивал себя, почему итальянские кинокартины последнего десятилетия так понравились разноязычным людям, похитителей велосипедов, «Чудо в Милане», «Два гроша надежды», «Рим в 11 часов», «Ночью к Абирии». Разумеется, они представляют значительные явления в развитии кино. Но рядовых зрителей мало интересовал неореализм. Вернее сказать, благодаря реалистическому, правдивому отображению действительности, перед ними были настоящие, живые итальянцы, покоряли зрителей черты национального характера. На экране разворачивалась тяжелая, порой безысходная жизнь. Но повинны в страданиях людей были не злодеи, а обстоятельства, не душевные уродства того или иного персонажа, а уродства социальной системы. В памяти миллионов моих соотечественников «Ища живы картины войны». Политическая карта мира изменилась. Рассудок подсказывает, что нужно кое-что забыть, кое-чему научиться. Но у сердца свои законы. В 1949 году один немец сказал мне, что ему понравился мой роман «Буря», особенно сцена боев под Ржевом. «Очень живо описано», добавил он. «Может быть, вы там были?» Когда я ответил утвердительно, он обрадован и воскликнул «Я тоже там был!» и протянул мне руку. Признаюсь, нелегко мне далось это рукопожатие. Я часто встречал итальянцев, которые с печалью говорили, что в годы войны они были в Донбассе. Я мог к ним дружески разговаривать. Люди, побывавшие в оккупации, рассказывали мне об итальянцах без злобы. Одна колхозница вспоминала, он хотел курицу взять, а совестно, ждал, когда я отвернусь. Уж я сама ушла, пожалела его. Мне еще придется не раз в этой книге говорить об Италии и об итальянцах. О Модильяне, Итало-Свево, Бонтенпелли, Карло-Леви, Гутузо, Муравия, о Милане в годы фашизма, о бригаде гарибальдийцев в Испании, о борьбе за мир, о Ненни, Сиренни, Донини, Ломбарди, Негарвилле, о встречах с крестьянами Фраскати, о беседах с католиками, о Ля Пиро, Данила Дольчи. Иногда, пренебрегая хронологией, я забегаю вперед, хочется что-то додумать, досказать. Это ведь не столько история моей жизни, сколько размышления, порождаемые воспоминаниями. Вернусь теперь к годам, предшествовавшим Первой мировой войне. Я не стараюсь взглянуть на прошлое сквозь розовые очки. Жизнь Виталия отнюдь не была идиллией. На каждом шагу я видел нищету. Буржуазия была чванливее и глупее французской. В кафе на Корсо можно было увидеть депутатов. Они говорили, сговаривались, договаривались. Стоял запах скверной парламентской кухни. Встречал я и провинциальных эстетов, которые старались подражать парижским снобам. Как всегда, ученики шли дальше учителей. В Париже меня познакомили с поэтом Маринетти. Он был очень самоуверен и столь же честолюбив. Дал мне свою поэму «Мое сердце из красного сахара». Если вы ее переведете, «Вы откроете России поэта с завтрашнего дня». Я перевел отрывок и снабдил его маленьким предисловием. Трудно любить стихи Маринетти. От него отталкивает внутренняя пустота, особенно дурной вкус и наклонность к декламации. Потом я был на литературном вечере. Маринетти прославлял футуризм, чудеса техники, завоевание мира. Когда впоследствии он примкнул к фашистам, это было логично. Он не приспособился. Он и прежде мечтал о насилии. За красным леденцом последовала кровь. Во Флоренции однажды я встретил тридцатилетнего Джованни Папини. Незадолго до того вышла его нашумевшая автобиография «Конченный человек». Мы сидели в маленькой тротории. Молодые писатели спорили о футуристах, о сумеречниках, так называлась одна из литературных групп, о философии Крочи. Папини мне показался горьким, едким. Вдруг, растерянно улыбнувшись, он сказал «А что ни говорите, главное, чтобы человек был счастлив и таким счастьем, от которого счастливы другие». И где-то возле Луки я утнул под деревом усталый, голодный. Меня разбудили дети. Толстая черная крестьянка, мать детей, позвала меня в дом, поставила на стол миску с макаронами, бутыль вина, оплетенной соломой. Я жадно уплетал макароны, а хозяйка шила детской платьице и, поглядывая на меня, вздыхала. «И тебя есть мама?» неожиданно спросила она. Я сказал, что моя мать далеко, в Москве. Тогда, не оставляя шитья, она запела грустную песенку. Я вышел из ее дома. Ночь была южная, черная, и как мириады звезд кружились, метались светляки. В Италии я поверил в возможность искусства и в возможность счастья. А начиналась эпоха, когда искусство казалось обреченным, счастье немыслимым. Я сидел в Квозере-де-Леля и переводил стихи французских поэтов. Хотел составить антологию. Волошин меня представил Александру Нарсеро, который был поэтом малопримечательным, но обходительным человеком. Он приносил мне книги и знакомил со своими более прославленными товарищами. Крупный русский промышленник Рябушинский в 1906 году решил издавать художественный журнал «Золотое руно». Текст должен был печататься по-русски и по-французски. Требовался стилист, способный выправлять переводы. Рябушинский не останавливался перед затратами и заказал настоящего французского поэта. Выполнить заказ оказалось нелегко, поэтам не улыбалось надолго покинуть Париж. В предместе Парижа Кретей, в помещении бывшего аббатства, поселились несколько поэтов. Они писали стихи, готовили себе еду и сами печатали свои произведения на ручном станке. Так родилась литературная группа аббатства. Многие из ее участников впоследствии стали знаменитыми Дюамель, Жиль Ромен, Вильдрак. Всех этих поэтов объединяло стремление уйти от узкого индивидуализма, вдохновляться мыслями и чувствами, которые присущи всем. Были в аббатстве и поэты, подававшие мало надежд, среди них Мерсеро. Он соблазнился работой в Золотом Руне, жизнь в поэтическом фланстере была монотонной. Мерсеро говорил, что Москва ему понравилась, но не любил вспоминать, что особенно понравилась ему одна москвичка, жена чиновника. Об этой странице его биографии мне рассказал Волошин. Французский поэт и жена московского чиновника были счастливы, но приближался час разлуки. Мерсеро не даром был поэтом, он предложил романтический план. Ты убежишь со мной в Париж. Москвичка напомнила влюбленному фантазеру, что из России нельзя выехать без заграничного паспорта. У возлюбленной была сестра, очень невзрачная, на которую Мерсеро не обращал внимание, но в трудную минуту она оказалась с залогом счастья. Женись на моей сестре, она получит заграничный паспорт и объявит, что уезжает с тобой в Париж. Я приду вас провожать, в последнюю минуту я войду в вагон, а сестра останется на перроне. Паспорт, конечно, будет у меня. Мерсеро план понравился. Состоялась пышная свадьба. Возлюбленная, как было условлено, пришла на вокзал, но когда раздался третий звонок, она не двинулась с места и только помахала платочком. В купе сидела законная супруга. Мерсеро привез в аббатство навязанную ему жену, которая, увидев своеобразный фоланстер, пришла в ужас, могла ли она подумать, что французские поэты живут хуже, чем московские приказчики. Начались пререкания, упреки, сцены, поэтому аббатство больше было не до стихов. Они попросили Волошина объясниться с мадам Мерсеро, которая так и не научилась говорить по-французски. В итоге жена поэта поняла, что лучшей жизни ей не дождаться и уехала в Москву. Самой трогательной была небольшая деталь. Рассказывая про дом коварной возлюбленной, Мерсеро восклицал, у них подавали красную икру, черные в России едят повсюду, но у них была красная, это были очень богатые люди. Россию, в чьи годы французы знали мало. Видел я инсценировку братьев Карамазовых в передовом театре Вье-Колумбье. На сцене висел портрет царя и, проходившие, поворачиваясь к нему, крестились. Помню, как я познакомил Алексея Толстого с одним молодым поэтом, посещавшим Клозыри Белеля. Поэт разговаривал с Алексеем Николаевичем благоговейно, а потом ляпнул, здесь, знаете, писали о вашей смерти, значит, это была утка. Алексей Николаевич загрохотал особым, присущим только ему смехом, от которого содрогнулись и рюмки на столе и бедный поэт, едва пролепетавший, простите, я не догадался, что вы сын великого Толстого, я знаю, что его сын тоже великий писатель. Алексей Николаевич писал, что когда в 1916 году он приехал в Англию, какой-то англичанин сердечно приветствовал авторов «Войны и мира». Кричик газеты Гулуа пришел к Волошину и сразу ошеломил его вопросом, вы, конечно, присутствовали на похоронах Достоевского, когда казаки били студентов, нас интересуют подробности. Максимилиан Александрович обожал разыгрывать людей и начал описывать подробности. Критик в восторге списал весь блокнот. Наконец, Волошин сказал «Вот все, что я запомнил. Мне ведь тогда было четыре года от роду. Двадцать лет спустя я купил в Париже большую карту Европы. На севере Советского Союза вместо областей и городов значилось самоеды. Маленький словарь Ларусса, выпущенный в 1946 году, давал сведения о Нессельроде, о Коткове, о путешественнике Чихачеве, но ничего не сообщал о таких малопримечательных людях, как Грибоедов, Некрасов, Чернышевский, Герцен, Сеченов, Павлов. Впрочем, несправедливо говорить только о французах, поскольку я вспоминаю о событиях скорее забавных, расскажу, как меня чествовали в английском пен-клубе. Было это в 1930 году. Я получил приглашение быть почетным гостем на очередном обеде пен-клуба. К письму был приложен длинный документ о желательности смокинга и допустимости черного пиджака. На обеде председательствовал знаменитый писатель Голс Орси. Он меня тепло приветствовал, сказав, что английский писатель рады увидеть в своей среде крупного австрийского кинорежиссера, создавшего прекрасный фильм «Любовь Жанны Ней». Фильм по моему роману действительно сделал австрийский режиссер Папст. Обеды не диспуты. Я пожал руку Голс Орси. Моей дамой оказалась старая сильно декольтированная англичанка. Она пыталась развлечь меня и долго говорила о романтичности старой Вены. Я почувствовал себя самозванцем и сказал, что я не австриец, а русский. Она сразу стала печальной, преисполненной сострадания, сказала, что очень любит Россию, страдает вместе со мной, спросила, на что сделали большевики с вашим бедным генералом. Незадолго до описываемого мною обеда в Париже при таинственных обстоятельствах исчез генерал Кутепов. Я спокойно ответил, разве вы не знаете? Они его съели. Дама выронила из рук нож и вилку. Какой ужас! Но от них можно всего ожидать. Французы любят анекдот об англичанине, который, увидев в кале рыжую женщину, потом написал, что все француженки рыжие. Я вспоминаю разговоры русских туристов, которым я показывал Версаль. Один учитель восхищался богатством французов. Он увидел возле вокзала Сен-Лазар оборванца, который пил красное вино. Дома расскажу, никто не поверит. Босяк нищий и преспокойно дует вино. Учитель был из Самарской губернии. Он так и не поверил, другой турист, инспектор реального училища, наоборот, пришел к выводу, что французы нищенствуют. Он говорил по-французски и в Версальском парке познакомился с преподавателем местного лицея. Инспектор повторял, вот вам их культура, вот вам их богатство. Учитель лицея, и у него нет прислуги, жена сама готовит обед. Один эмигрант, бывший семинарист, а впоследствии СР, показал мне свою повесть. Она была посвящена страданиям русского идеалиста, влюбившегося в безнравственную француженку. Страниц 100 автор посвятил рассуждениям о развращенности французов. Основным аргументом было то, что французы целуются даже в ресторане. Напрасно я пытался объяснить ему, что такие поцелуи равносильны ласковому слову или взгляду, что они не мешают парочке преспокойно наслаждаться бараньим рагу или свининой с бобами. Он упрямо отвечал, мне перед женой неловко, ведь у всех на глазах. Это, знаете, народец. Человеку трудно расшифровать быт чужой страны, даже если он к нему некоторое время присматривается. О туристе говорить нечего. Сколько я читал вздора в газетах, и русских, и французских, основанного все на той же развесистой клюкве, под которой сидел дюма-отец. Смеяться над Мерсеро не приходится. Его ошибка глубоко человечна. Бывший семинарист, тот, что возмущался безнравственности французов, наверное, расставаясь со своей супругой, целовал ее на вокзале, а ведь это показалось бы японцу бесстыдным и безнравственным. Вся беда в том, что люди считают свои обычаи, или, как теперь говорят, свой образ жизни, единственно правильным и осуждают, если не вслух, то про себя все, что от него отклоняется. Создается представление о характере народа, построенный на случайных и поверхностных наблюдениях. Что знали даже начитанные французы накануне Первой мировой войны о русских? Они видели богачей, кидавших деньги направо и налево, проводивших время в дорогих притонах Монмартра, проигрывавших за одну ночь в Монте-Карло и Мене, равные по площади французскому департаменту, то есть области. Во французский язык вошло слово «бояры», так называли богатых русских. Начитанные французы увлекались Достоевским, из которого они почерпнули, что русский любит неожиданно убивать. Презирать денежные обязательства, верить в бога и в черта, оплевывать то, во что он верит, и заодно самого себя, каяться в публичных местах, целуя при этом землю. Газеты сообщали о беспорядках в России, о террористических актах, о героизме революционеров. Французы называли русских революционеров нигилистами. Толковый словарь, изданный в 1946 году, то есть 30 лет спустя после Октябрьской революции, дает следующее объяснение слову нигилизм. Доктрина, имеющая последователей в России, которая стремится к радикальному разрушению социального строя, не ставя перед собой цель заменить его какой-либо другой определенной системой. С точки зрения француза подобная доктрина могла соблазнить только мистиков. Ко всему француз узнавал, что нигилисты имеются даже среди бояр. Это его окончательно убеждало в существовании какой-то особой славянской души. Этой душой он объяснял все последующие исторические события. Мальчишкой я читал русские романы, в которых изображались немцы. Одни были мечтателями, как Тургеневский Лем, другие энергичными ограниченными тружениками, как Штольц Гончарова. В дореволюционной России немцы считались людьми умеренными и добропорядочными. Недавно мне попалась в руки книга Розанова, которую описал Германию 1912 года, накануне Первой мировой войны. Честно пожать руку этих честных людей, этих добросовестных работников, значит сразу вырасти на несколько аршин кверху. Я бы не был испуган фактом войны с немцами. Очевидно, это не нервно мстительный народ, который победив, стал бы добивать. Немец или простак в политике, или просто у него нет аппетита, все съесть кругом. Вот отчего войны с Германией я не страшился бы. Но просто чрезвычайно приятно быть другом или приятелем этих добропорядочных людей. Я дал бы лишнее и просто ради доброго характера. Уверен, что все потом вернулось бы к старицей. Я знаю, что это теперь не отвечает международному положению России и говорю мысль свою почти украдкой в сторону для будущего. Но чтобы дать радость сорока миллионам столь порядочных людей, можно другим народам и потесниться, даже чуть-чуть кому-нибудь пострадать. С тех пор мы пережили две войны. Слова Розанова не умнее разговоров Нарсеро о красной икре, но они не рассмешат никого. А русский миф о французе, который быстро как взор и пуст как вздор, о его легкомыслии и опрометчивости, о его тщеславии и безнравственности, миф о Париже, который называли новым Вавилонами, который слыл не только законодателем МОД, но и питомником распутства. Недаром моя мать боялась, что я пропаду в Париже. Это покоилось на общераспространенной легенде. Как ни походило на подобное описание страна, где оказался, где семейственность была куда сильнее, чем в России, где люди дорожили вековыми навыками, порой и предрассудками, где в буржуазных квартирах были закрыты ставни, чтобы не выгорели обои, где боялись, как чумы сквозняков, где ложились спать в десять и вставались с петухами, где в ночных кабаках редко можно было услышать французскую речь, где я мог сосчитать на пальцах знакомых, которые побывали за границей. Теперь самолет в несколько часов пересекает Европу. За одну ночь можно долететь из Парижа в Америку или в Индию. А люди по-прежнему плохо знают друг друга. Их разделяют не мысли, а слова, не чувства, а формы выражения этих чувств, нравы, детали быта, непонимание. Вот тот бульон, в котором разводят микробов национализма, расизма, ненависти. Гляди, он живет не так, как ты. Он ниже тебя и не хочет этого признать. Он говорит, что он живет лучше тебя, что он выше тебя. Если ты его не убьешь, он заставит тебя жить по-своему. Можно договориться о том, что дипломаты издавна называли модус вивенди, о временной передышке. Но подлинная мирное сосуществование мне кажется немыслимым без взаимного понимания. Говорят, что наша планета давно обследована, что теперь очередь за Марсом или за Венерой. Да, картографам известны все возвышенности, все острова, все пустыни. Но обыкновенный человек еще очень мало знает, как живут его сверстники на давно открытом острове, в странах давным-давно открытых, да и в странах, которые считали себя открывателями. Я говорю об этом, потому что изъездил в Европу, побывал в Азии, в Америке и в итоге понял, до чего трудно разобраться в чужой жизни. Приезжая в Париж, Максимилиан Александрович Волошин располагался в мастерской, которую ему предоставляла художница Кругликова в центре Монпарнаса, облюбованного художниками на улице Боасанат. В мастерской выселось изображение египетской царевны Таях. Под ним стоял низкий диван, на котором Макс, так его звали все на второй или третий день после знакомства, сидел, подобрав под себя ноги, курил в кадильнице какие-то восточные смолы, варил на спиртовке турецкий кофе, читал книги об искусстве о Сирии, о масонах или о кубизме, а также писал стихи и корреспонденции в московские газеты, посвященные выставкам и театральным премьерам. На двери мастерской он написал «Когда стучитесь в дверь, объявляйте погромче, кто стучит». Впрочем, будучи человеком общительным, он не открывал двери только румынскому философу, который требовал, чтобы его труды были немедленно изданы в Петербурге и чтобы Волошин выдал ему авансом сто франков. Андрей Белый в своих воспоминаниях говорит, что Волошин казался ему примерным парижанином и по прекрасному знанию французской культуры и по своей внешности. Борода, подстриженная лопатой, ненашинская, цилиндр, манеры. Поскольку я познакомился с Максом в Париже, я никак не мог его принять за парижанина. Мне он напоминал русского кучера, да и борода у него была скорее кучерская, чем радикал социалистическая. Накануне войны бороды в Париже начали исчезать, но их сохраняли солидные радикал-социалисты из уважения к традициям благородного девятнадцатого века. Правда, русские кучера не носили цилиндров, это был головной убор французских извозчиков, но на длинных густых волосах Макса цилиндр казался аксессуаром цирка. В Париже Волошин слыл не только русским, но архирусским. Он охотно рассказывал французам о раскольниках, которые жгли с тебя на кострах, о причудах Морозова или Ребушинского, о террористах, о белых ночах Петербурга, о живописцах Бубнового Валета, о бьюродивых Древней Руси. В Москве, по словам Андрея Белого, Макс блистал рассказами о бомбе, которую анархисты бросили в ресторан Файо, о красноречии Жоресса, о богохульстве Реми де Гурмоне, о видном математике Пуанкаре, о завтраке с молодым Ришпеном. У Волошина повсюду находились слушатели, а рассказывать он умел и любил. Дети играют в сотни замысловатых или простейших игр, это никого не удивляет. Но некоторые люди, особенно писатели и художники, сохраняют любовь к игре до поздних лет. Горький рассказывал, как Чехов, сидя на скамейке, ловил шляпой солнечного зайчика. Пикассо обожает изображать клоуна, участвует в боях быков, как самодеятельный Тореадор. Поэт Незвалл стилжизнь составлял гороскопы. Бабель прятался от всех, и не потому, что ему могли помешать в его работе, а потому, что любил играть в прятки. Макс придумывал невероятные истории, мистифицировал, посылал в редакцию малоизвестные стихи Пушкина, заверяя, что их автор-аптекарь Сиволапов давал девушке, которая кричала, что хочет отравиться, английскую соль и говорил, что это яд из Индонезии. Он играл даже работая. Есть у него статья «Аполлон и мышь», которую иначе, чем игрой, не назовешь. Он обладал редкой эрудицией, мог с утра до вечера просидеть в национальной библиотеке, и выбор книг был неожиданным. То раскопки на Крите, то древнекитайская поэзия, то работы Ланжевена над ионизацией Газов, то сочинение Сен-Жюста. Он был толст, весил сто килограммов. Мог бы сидеть, как Будда и цедить истинный, а он играл, как малое дитя. Когда он шел, он слегка подпрыгивал. Даже походка его выдавала. Он подпрыгивал в разговоре, в стихах, в жизни. Ему удалось одурачить, или, как теперь говорят, разыграть, достаточно скептичный литературный Петербург. Вдруг откуда-то появилась талантливая молодая поэтесса Чарубина де Габряк. Ее стихи начали печататься в Аполлоне. Никто ее не видел. Она только писала письма редактору журнала Маковскому, который заочно в нее влюбился. Чарубина сообщала, что по происхождению она испанка и воспитывалась в католическом монастыре. Стихи Чарубины похвалил Брюсов. Все поэты акмеисты мечтали ее встретить. Иногда она звонила Маковскому по телефону. У нее был мелодичный голос. Никто не подозревал, что никакой Чарубины де Габряк нет, а есть никому неизвестная поэтесса Димитриева, которая пишет стихи, вдохновленные Максом. Димитриева и впоследствии не раскрыла мистификации Максимилиана Александровича. Она продолжала писать стихи, писала вместе с Маршаком пьесы для детей и умерла в Ташкенте в 1928 году. Чего Волошин только не выдумывал. Каждый раз он приходил с новой историей. Он не выносит бананов, потому что это установил какой-то австралийский исследователь, яблоко, погубившее Адама и Еву, было вовсе не яблоком, а бананом. У антиквара на улице Сен он нашел один из тридцати сребреников, которые получил некогда Иуда. Писатель 18 века Казот в 1778 году предсказал, что Кондорсе отравится в тюрьме, чтобы избежать гильотины, а Шамфор, опасаясь ареста, разрежет себе жилы. Он не требовал, чтобы ему верили, просто играл в интересную для него игру. Он встречался с самыми различными людьми и находил со всеми нечто общее, доказывал Луначарскому, что кубизм связан с ростом промышленных городов, что это явление не только художественное, но и социальное. Приветствовал самые крайние течения футуристов, лучистов, кубистов, супрематистов и дружил с археологами, мог часами говорить о вазе Минойской эпохи, о древних русских заговорах, об одной строке Пушкина. Никогда я не видел его ни пьяным, ни влюбленным, ни действительно разгневанным. Очень редко он сердился и тогда взвизгивал. Всегда он кого-то выводил в литературный свет, помогал устраивать выставки, сватал редакциям русских журналов молодых французских авторов, доказывал французам, что им необходимо познакомиться с переводами новых русских поэтов. Алексей Николаевич Толстой рассказывал мне, как в молодости Макс его приободрял. Волошин сразу оценил и полюбил поэзию молоденькой Марины Цветаевой, пригрел ее. В трудное время гражданской войны он приютил у себя Майю Кудашову, которая писала стихи по-французски, а потом стала женой Ромена Ролана. Ходил он в своеобразной одежде. Цилиндр был скорее парадной вывеской, чем шляпой. Бархатные штаны, а в Коктебеле рубашонка, которую он пресерьезно именовал Хитоном. Над ним посмеивались. Саша Черный писал про Бакса Калошина, но Макс не обижался. Был Макс подпрыгивающий, который рассказывал, что Эфелева башня построена по рисунку древнего арабского геометра. Был и другой Макс, попроще, который жил в Коктебеле с матерью. Ее называли Пра. В трудные годы этот второй Макс уплетал котелок каши. Всегда в его доме находили приют знакомые и полузнакомые люди. Многим он в жизни помог. Глаза у Макса были приветливые, но какие-то отдаленные. Многие его считали равнодушным, холодным. Он глядел на жизнь заинтересованной, но со стороны. Вероятно, были события и люди, которые его по-настоящему волновали, но он об этом не говорил. Он всех причислял к своим друзьям, а друга, кажется, у него не было. Он был и художником, писал акварели, горы вокруг Коктебеля в условной манере мира искусства. Мог изготовить в один день пять акварелей. А любил он живопись, не похожей на ту, что делал. В тихах у него много увиденного живописного. Он верно подмечал, в дождь Париж расцветает, точно серая роза. Или о том же Париже и пятна ржавые сбежавшие по золотой, и небо серое, и веток переплеты, чернильно-синий, как нити темных вен. О, как-то бели, горелый ржавый бурый цвет трав, полосы иода и пятна желчи. Вначале я относился к Волошину почтительно, как ученик к опытному мастеру. Потом я охладел к его поэзии. Его статьи об эстетике мне начали казаться цирковыми фокусами. Я искал правду, а он играл в детские игры, и это меня сердило. Среди его игр была игра в антропософию. Андрей Белый долго верил в Штейнера, как старая католичка верит в римского папу. А Макс подпрыгивал. Он отправился в Дорнах близ Базеля, где антропософы строили нечто вроде храма. Началась война. Дорнах был в нейтральной Швейцарии, возле эльзасской границы. Строители храма, помню, в разговорах с Максом, я всегда говорил «твое капище», среди которых был Андрей Белый и Волошин, по ночам слышали артиллерийский бой. Вскоре Волошин приехал в Париж с книгой стихов, написанных в Дорнахе. Книга называлась «Анно Мунди Арденти». Стихи эти резко отличались от стихов, которые тогда писали другие поэты. Бальмонт потрясал оружием, Брюсов мечтал о Царьграде, Игорь Северянин кричал «Я поведу вас на Берлин». А Волошин забыл свои детские игры, писал «Не знать, не помнить и не видеть, застыть, как соль, уйти в снега, дозволь не разлюбить врага и брата не возненавидеть». В эти дни нет ни врага, ни брата, все во мне и я во всех. Я тогда писал стихи о канунах. Я не мог быть мудрым созерцателем, как Волошин. Я проклинал, обличал, неистовствовал. Максу мои новые стихи понравились, он решил мне помочь и повел меня к Цетлиным. Цетлины были одним из семейств, которым принадлежала чайная фирма Высоцкого. Как я писал, многие члены этой чайной династии были эсерами или сочувствовали эсерам, среди них известен ГОЦ. Михаил Осипович Цетлин не принимал участия в подпольной работе, он писал революционные стихи под псевдонимом Амари, что в переводе на русский язык означает Марии, так звали его жену. Это был тщедушный хромой человек, утомленный неустанными денежными просьбами. Жена его была более деловой. Кроме Волошина, у Цетлина бывали художники Диего Ривера, Ларионов, Гончарова. Бывал и Савенков, разочарованный террорист, автор романа Конь Блед, вызвавшего газетную бурю. О нем мне еще предстоит рассказать. Сейчас я хочу остановиться на Цетлиных. Они иногда звали меня в гости. У них были горки со старинным фарфором, гравюры. А я мечтал о том, когда же рухнет мир лжи. В одной из поэм я описал вечер у Цетлиных, но благоразумно назвал их Михеевыми, а Михаила Осиповича Игорем Сергеевичем. Чай я заменил спичками, он любит грустить вечерами. Вот вечер снова, как у Лермонтова, отдохнешь и ты. Хорошо быть садовником, ни о чем не думать, поливать цветы, утром слушать, как поют птички, как шумит трава над прудом. У Игоря Сергеевича две фабрики спичечные и в бумагах миллион. У Игоря Сергеевича жена и дочка Нелли, он собирает гравюры, он поэт. Иногда он удивляется, в самом деле я живу или нет. Вечером у Михеевых гости, Теосов, кубист, просто шутник и председательница какого-то общества, окажется помощь ослепшим воинам. Игорь Сергеевич всем улыбается пристойно. Да, покрепче. Еще стаканчик? И Гоген не дурен, но я видел сезанчика. Простите за нескромность, сколько он просит? Десять? Отдаст за восемь? О, кубизм, монументальность! Только, знаете, это наскучило. А я наоборот люблю, когда вместо глаз такие штучки. Вы знакомы со значением зодиака? Я от Штейнера в экстазе. Я познаю Господа, поеду в Базель. Если бы вы знали, как нуждается наше общество, мы устроим концерт. Это ужасно, ослепнуть навек. Новости? Нет, только взяли Лавчен. Надоело? Я не читаю газет. Вот-вот. А вы слыхали анекдот? Гости говорят еще много об ухе Ван Гога, о поисках Бога, об ослепших солдатах, о санитарных собаках, о мексиканских танцах и об асанансах. Наверное, я был несправедлив к Михаилу Осиповичу, но это диктовалось обстоятельствами. Он был богатым, приветливым, слегка скучающим меценатом, а я голодным поэтом. Макс уговорил Цетлина дать деньги на эфемерное издательство «Зерна», которое выпустило сборник Волошина «Сихи о канунах» и мои переводы Франсуа Вильона. Цетлин писал поэму о декабристах. Писал ее много лет. В зиму 1917-18 года в Москве Цетлины собирали у себя поэтов, кормили, поили. Время было трудное, и приходили все от Вячеслава Иванова до Маяковского. Когда я буду писать о Маяковском, я постараюсь рассказать об одном памятном вечере. О нем упоминают почти все биографы поэта. Маяковский прочитал поэму «Человек». Михаилу Осиповичу нравились все. И Бальмонт, который импровизировал, сочинял сонеты акростихи, и архиученый Вячеслав Иванов, и Маяковский, доказывавший, что фирме Высоцкого пришел конец. И полубезумный, полугениальный Велимир Хлебников с бледным доисторическим лицом, который то рассказывал о каком-то замерзшем солдате, то повторял, что отныне он, Велимир, председатель земного шара, а когда ему надоедали литературные разговоры, отходил в сторону и садился на ковер. И Марина Цветаева, выступавшая тогда за царевну Софью против Петра. Вот только Осип Эмильевич Мандельштам несколько озадачивал хозяина. Приходя, он говорил, «Простите, я забыл дома бумажника, у подъезда ждет извозчик». Цетлин не был убежден в конце фирмы Высоцкого, несмотря на то, что сочувствовал эссерам и ценил поэзию Маяковского. Дом Цетлина на Поварской захватили анархисты во главе с неким Львом Черным. Цетлины надеялись, что большевики выгонят анархистов и вернут дом владельцам. Анархистов действительно выгнали, но дома Цетлины не получили и решили уехать в Париж. Уехали они летом 1918 вместе с Толстым. Алексей Николаевич довольно часто бывал у Цетлиных. В Париже Цетлины давали деньги на журнал современной записки. Некоторое время поддерживали Бунина и других писателей-эмигрантов. Потом они уехали в Америку, архив их пропал вместе с Тургеневской библиотекой. Макс был в Коктебеле. Он не прославлял революцию и не проклинал ее. Он пытался многое понять. Он не цитировал больше ни Вилье де Лиль Адана, ни прорицания Казотта, а погрузился в русскую историю и в свои раздумья. Понять о революции он не смог, но в вопросах, которые он себе ставил, была несвойственная ему серьезность. Летом 1920 года, когда я был в Коктебеле, Макс показал себя мужественным. Он спрятал на чердаке своего дома большевика-подпольщика, которого разыскивали врангелевцы. Белые арестовали поэта Мандельштама. Какая-то женщина заявила, будто он пытал ее в Одессе. Волошин поехал в Феодосию, добился приема у начальника белой разведки, которому сказал, по характеру вашей работы вы не обязаны быть осведомленным о русской поэзии. Я приехал, чтобы заявить, что арестованный вами Осип Мандельштам большой поэт. Он помог Мандельштаму, а потом и мне, выбраться из Врангелевского Крыма. Он делал это не потому, что проникся идеями революции, нет, но он был человеком смелым, любил поэзию, любил Россию. Как его не звали за границу и те же Цетлины, и другие писатели, он остался в Коктебеле. Умер он в 1932 году. Стихи его теперь малоизвестны, но его имя знают и писатели, и люди, почему-либо связанные с литературным бытом. Дача Макса вместе со вновь построенными флигелями дом творчества Литфонда. Возможно, что на этой даче какого-нибудь поэта осенило вдохновение, и Макс после смерти еще раз вывел в свет начинающего автора. Иногда я спрашиваю себя, почему Волошин, который полжизни играл в детские подчас нелепые игры, в годы испытаний оказался умнее, зрелее, да и человечнее многих своих сверстников писателей. Может быть, потому, что был по своей природе создан не для деятельности, а для созерцания такие натуры встречаются. Пока все кругом было спокойно. Макс разыгрывал мистерии и фарсы не столько для других, сколько для самого себя. Когда же приподнялся занавес над трагедией века в лето 1914 года, Волошин не попытался ни взобраться на сцену, ни вставить в чужой текст свою реплику. Он перестал дурачиться и попытался осознать то, чего не видел и не знал прежде. Воспоминания о нем то смешат знавших его, то трогают, но никогда не принижают, а это немало. Если я скажу, что в 1911 году я познакомился с поэтом, мягкое, задумчивое лицо которого, волнистые, нежные волосы, рассеянные движения выдавали мечтательность натуры, что в нем минуты шумного веселья перебивались глубокой грустью, что в литературных кругах тогда говорили о его книжке, изданной декаденским издательством Гриф, что Брюсов, всячески расхваливая почти дебютанта, высказывал опасение, сумеет ли он удержаться на раз достигнутой высоте и найти с нее пути вперед, вряд ли кто-нибудь догадается, о ком я говорю. И если я приведу некоторые строки, хорошо мне запомнившиеся, как, например, «Ты зачем зашумела трава, напугала ль тебя тетила?» перепелочил кровь горяча, что твоя закачалась парча, то разве что немногие любители поэзии и рядатошные литературоведы поймут, что речь идет об Алексее Толстом, а я хорошо помню такого Толстого. В своей поздней автобиографии Алексей Николаевич писал о книге стихов «За синими реками». От нее я не отказываюсь и по сей день. Не только стихи 1911 года написаны рукой автора Петра I, но и молодой поэт был уже тем самым Алексеем Николаевичем, которого многие помнят сильно пополнявшим, полысевшим и, главное, научившимся одни свои черты скрывать, а другие нарочито подчеркивать. Стоит посмотреть опубликованные воспоминания людей, встречавшихся с Толстым в 30-е годы, чтобы понять, о чем я говорю. Эти воспоминания разнообразны по яркости происшествий, рассказов или шуток Толстого, но неизменно тот Алексей Николаевич, который со вкусом ест, вкусно рассказывает, вкусно смеется, а между двумя раскатами смеха говорит нечто весьма значительное, заслоняет художника. Юрий Олеша рассказал о своей первой встрече с Толстым осенью 1918 года. Развлекая и себя, и друзей, он кого-то играет. Кого? Не Пьера Лебезухова? Может быть. А не показывает ли он нам, как должен выглядеть один из тех чудаков помещиков, о которых он пишет? Нет, Алексей Николаевич очень часто играл, нужно признать замечательно, самого Алексея Николаевича, образ, созданный художником. Когда я с ним познакомился, этот почти дебютант был уже известен. Его рассказы о чудаках за Волжье сразу привлекли к нему внимание. В нем были сечерты зрелого Толстого, но они еще не были оформившимися. Лицо, которое впоследствии казалось созданным для рисовальщика, в молодости требовало палитры живописца. Это необязательный закон природы. Некоторые люди к вечеру жизни мягчеют, с годами сглаживается первоначальная резкость, прямолинейность, угловатость. Алексей Николаевич, напротив, был значительно мягче, если угодно туманнее в молодости и, что наиболее существенно, не умел или не хотел ограждать свой внутренний мир от людей, с которыми сталкивался. Не помню, кто меня привел к Толстому. Кажется, Волошин. А может быть, художник Досекин. Алексей Николаевич был в Париже в 1911 году, потом весной 1913-го. В один из этих приездов он и его жена, художница Софья Исаковна, жили в пансионе на улице Дасас. Рядом с пансионом находилось кафе Клазери Далиля, где я сидел весь день и писал. Я познакомил Толстого с различными достопримечательностями заведения, с принцем поэтов, с итальянскими футуристами, с норвежским художником Дириксом. Во время Первой мировой войны в Москве Алексей Николаевич написал очерк о Париже и там вспомнил Клазери Далиля. На левом же берегу со всей французской страстью, мужеством и великолепием нищеты поэты, прозаики и журналисты отстаивали свободу творчества, независимость и в старом кабачке под каштанами у памятника маршалу Нею венчали лаврами открывателей новых путей. В том кабачке под каштанами вы всегда встретите в вечерний час у окна высокого седого человека, похожего на викинга, и седую даму, когда-то прекрасную. Это норвежский художник и его жена. Они прожили двадцать лет в Париже, каждый день бывая под каштанами. Он любил Париж и как-то сразу его увидел. Париж всегда занавешанный прозрачной голубоватой дымкой, весь серый, однообразный, с домами похожими один на другой, с мансардами, куполами церквей и триумфальными арками, перерезанный и охваченный точно венком зелеными бульварами. Весь день неустанно живет, грохочет, колышется, по ночам заливается светом огромный город, но неутомление вы чувствуете, проблуждав по нему весь день, а спокойную тихую грусть. Вы чувствуете, что здесь поняли смерть и любят печальную красоту жизни. Стар, ужасно стар Париж, особенно люблю его в старые деньки, бесчисленные очертания полукруглых графитовых крыш, оттуда в туманное небо смотрят мансардные окна, а выше трубы, 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 дымки, туман прозрачен, весь город раскинут чащий, будто выстроен из голубых теней. За несколько месяцев до своей смерти Алексей Николаевич говорил мне, что когда кончится война, он поедет на год в Париж, поселится где-нибудь на набережной Сены и будет писать роман. Помни его слова, Париж располагает к искусству. Чудак, который, по словам Олеши, играл нелепого героя Заволжья, никогда не чувствовал себя в Париже туристом, не осматривал, не восхищался, не отплевывался, а сразу начинал жить в этом городе. Бывал в нем порой очень печален, но и в печали этой счастлив. Я не говорю о годах вынужденного пребывания в Париже, когда он неотвязно думал обоставленной им Россией. Я уже писал, что у эмиграции свой климат. В письме к матери, когда Толстому было 14 лет, он приводил старую народную песню «Ох-ох-ох-ох-ох-онюшки, скучно жить Афонюшке на родной сторонушке без родимой матушки». В Париже, оказавшись эмигрантом, он написал рассказ «Настроение Бурова» и эпиграфом поставил «Ох-ох-ох-ох-онюшки, скучно жить Афонюшке на чужой сторонушке». Лучше настроение человека, насильно оторванного от родной земли, пожалуй, не выразишь. Я хорошо знал того Толстого, которого написал Кончаловский. Лицо сливается с натюрмортом, человек с бытом. Но мне хочется рассказать о другом Толстом, преданном искусству. Его слова «Париж располагает к искусству» не были случайными. Как настоящий художник, он всегда был неуверен в себе, неудовлетворен, мучительно искал форму для выражения того, что хотел сказать. Он говорил об этом часто и в зрелом возрасте. В беседах с молодыми писателями он старался пристрастить их к работе, он не находил нужным делиться со многими своей бедой, недовольством, мучительными часами, когда с удивлением и тревогой прочитывал написанное им накануне. Сколько раз он говорил мне «Илья, понимаешь, пишешь и кажется хорошо, а потом вижу пакость, понимаешь, пакость». В начале 1941 года вышла в новом издании его повесть «Эмигранты» в первой редакции «Черное золото». Веща-то мне казалась неудавшейся, я о ней никогда с Толстым не говорил. Он написал на книжке Илье Эренбургу глубоко несовершенную и приблизительную повесть. Но, друг ты мой, важны конечные результаты жизни художника. Ты это понимаешь. Слово «приблизительно» он употреблял часто как осуждение. Говорил о холсте, который ему чем-то не понравился, о строке стихотворения «это приблизительно». Он хотел было учиться живописи, но быстро это дело оставил. Когда мы познакомились, о картинах он говорил с увлечением. Может быть, в этом сказывалось влияние Софьи Исаковны, которая была художницей. Но Толстой обладал даром видеть природу, лица, вещи. Он водился с мастерами, краснодеревцами, литейщиками, переплетчиками, не только знавшими свое ремесло, но влюбленными в него, обладавшими фантазией. В своей автобиографии он рассказал, какое впечатление произвели на него в молодости стихи Анри Доренье в переводе Волошина. «Меня поразила чеканка образов». Анри Доренье не бог весь какой поэт, но писать он умел, и поразил он Толстого именно мастерством. Алексей Николаевич писал также, что в поисках народного характера речи он учился у Ремезова, Вячеслава Иванова, Волошина. Еще до этого, в ранней молодости, он попал в знаменитую башню Вячеслава Иванова. Волошин рассказал мне смешную историю, относящуюся к тому времени, когда Толстой пытался усвоить идеи и словарь стимволистов. В Берлине он встречал Андрея Белого, который что-то ему наговорил об антропософии. Белого вообще было трудно понять, а тем паче, когда он объяснял свою путанную веру. Вскоре после этого на башне зашел разговор о Блаватской, о Штейнере. Толстому захотелось показать, что он тоже не профан, и вдруг он выпалил. Мне в Берлине говорили, будто теперь египтяне перевоплощаются. Все засмеялись, а Толстой похолодел от ужаса. Много лет спустя я спросил Алексея Николаевича, не выдумал ли Макс историю с египтянами? Толстой рассмеялся. Я, понимаешь, сел в лужу. Разговоры о перевоплощении, мистический анархизм, богоискательство, обреченность, все это никак не соответствовало натуре Толстого. Освоив несколько мастерства, натолкнувшись на свои темы, он расстался с символистами. С Волошиным он продолжал дружить. Высмеял декадентов в рассказах, потом трилогии. Но вот я возвращался с ними из Харькова в Москву в декабре 1943 года. Поезда тогда шли очень медленно. Мы с Толстым заняли одно купе, в других купе ехали Симонов, иностранные журналисты. Толстой почти всю дорогу вспоминал прошлое. Кажется, он хотел в эти два дня проделать то, что я пытаюсь сделать теперь, задуматься над своим прошлым. Неожиданно для меня он с любовью, с уважением вспоминал поэтов-символистов, говорил, что многому у них научился, вспомнил и башню, потом вдруг рассердился, что теперь у молодых поэтов нет непочтения к прошлому, непонимания всей трудности искусства. Сказал, чтобы в купе позвали Симонова, долго ему внушал, нужно входить в дом искусства благоговейно, как он когда-то подымался на башню. Потом он заговорил о блоке. В романе «Сестры» есть поэт Декадент Бессонов. В нем многие увидели карикатурное изображение блока. Толстой разъяснил, что хотел высмеять обезьян блока, но слов нет, сам того не сознавая, он придал Бессонову некоторые черты блока. В этом он мне признался. Я поверил, что сделал он это без умысла. Психология творчества, печальные истории, выпадавшие на долю разных писателей, достаточно вспомнить ссору Левитана с Чеховым после попрыгуньи, показывают, что отдельные черты поступки, словечки живого человека могут незаметно войти в тот сплав, который мы называем персонажем романа. И художник не всегда дает себе отчет, где кончаются воспоминания, где начинается творчество. Мысль о том, что в Бессонове увидели некоторые черты блока, была тяжела для Алексея Николаевича. Он мне рассказывал о встрече с блоком во время войны, о том, что блок был очень человечен, потом замолк, а к вечеру стал повторять отдельные строки блоковских стихов. Вот еще одно свидетельство. Воспоминания Бунина. В 82 года Бунину захотелось очернить всех писателей правых и левых советских эмигрантов. Горького и Алексея Толстого, Блока и Маяковского, Леонида Андреева и Сологуба, Бальмонта и Брюсова, Хлебникова и Пастернака, Андрея Белого и Цветаеву, Есенина и Бабеля, Волошина и Кузьмина. Бунин вспоминает, московские писатели устроили собрание для чтения и разбора двенадцати. Пошел я на это собрание. Читал кто-то, не помню кто именно, сидевший рядом с Ильей Эренбургом и Толстым. И так как слава этого произведения, которое почему-то называли поэмой, очень быстро сделалось вполне неоспоримой, то, когда чтец кончил, воцарилось сперва благоговейное молчание, потом послышались негромкие восклицания «изумительно», «замечательно». Бунин далее излагает свое выступление. Он поносил двенадцать, называя поэму дешевым плоским трюком. Вот тогда и закатил мне скандал Толстой. Нужно было слышать, когда я кончил, каким петухом заорал он на меня. Я вспоминаю тот вечер, Алексей Николаевич тогда во многом сомневался, но слова Бунина о поэзии Блока он назвал кощунством. Стихи он часто вспоминал и всегда неожиданно, то шагая по улице, то на дипломатическом приеме, то разговаривая о чем-то сугубо деловом, изумляя своего собеседника. Зимой 1917-18 года мы часто бывали у Карамурзы, верного и бескорыстного друга писателей. Там мы ужинали, читали стихи, говорили о судьбе искусства. Возвращались мы поздно, ночью, ватагой. Карамурза жил на чистых прудах, а мы, кто на Поварской, кто на Причистенке, кто в переулках Арбата, Алексей Николаевич забавлял нас нелепыми анекдотами и вдруг останавливался среди сугробов, вспоминал строку стихов то Есенина, то Крандеявской, то Веры Индер. Летом 1940 года я вернулся из Парижа в Москву. Толстой позвонил. «Илья, приезжай ко мне на дачу». Дача у него была в Барвихе. Перед этим мы долгие годы были в ссоре, даже не разговаривали друг с другом. Раз в Ленинграде, в табачном магазине, он меня увидел у прилавка и шепнул моей жене, «Скажите ему, что этот табак пакость. Вот какой нужно покупать». Как я не пытался, не могу вспомнить, почему мы поссорились. Я спросил жену Алексея Николаевича, может быть, он ей говорил о причине нашей ссоры. Людмила Ильинична ответила, что Толстой вряд ли сам помнил, что приключилось. Пожалуй, это лучше всего говорит о характере наших отношений. На даче Толстой поил меня бургундским. А ты знаешь, что ты пьешь? Это Романея. Он расспрашивал о Франции. Рассказ, конечно, был невеселым. Потом я читал стихи, написанные в Париже после прихода немцев. Одна строка остановила его внимание, он несколько раз повторил «Темное, как человек, искусство». Он был удивительным рассказчиком. Тысячи людей помнят и теперь различные истории, которые он пронес через всю жизнь, о том, как в его детстве кухарка подала суп в ночном горшке, или о дьяконе, который загонял себе в рот бильярдные шары. Слушая его, можно было подумать, что он пишет легко. А писал он мучительно. Иногда работал дни напролет, исправлял, писал заново, бывало, бросал начатое. Понимаешь, не получается. Пакость. В молодости он увлекался интригой, действием, разворачивающимся неожиданно для читателя. Он иногда записывал, иногда просто запоминал историю, которую ему кто-либо рассказал. Такие истории становились конвой рассказа. Вот происхождение рассказа «Миссионер». В первоначальной редакции «И на старуху бывает проруха». В Париже было немало случайных эмигрантов. Таким был один сапожник, в 1905 году принявший участие в солдатском бунте. Звали его Осипов. Он женился на француженке, кое-как жил, но был он тем Афонюшкой, которому скучно на чужой сторонушке. Человек запил. Как-то ему стало не по себе, почему его сын католик. Он пошел в русскую церковь, на улице Дарю, каялся, молил священника окрестить ребенка по-православному. Священник умилился, не только выполнил обряд, но дал Осипову 20 франков. Осипов в Бога не верил, ни в католического, ни в православного, а 20 франков пропил. Месяц спустя, когда его взяла тоска, а денег на водку не было, он решил пойти к католическому священнику, рассказал, что православные его обманули, но он может перегнать сына назад в католики. Я рассказал Алексею Николаевичу о сапожнике, он долго смеялся, что-то записал в книжку. Слово перегнать, которое ему сразу понравилось, в рассказе осталось, но Толстой переиграл. Герой рассказа уже не просто запойный Горемыка, а ловкач, который перегоняет детей оптом и шантажирует автора повествования. Алексей Николаевич неоднократно мне говорил, что порой его рассказы рождаются черт знает от чего. От истории, рассказанной кем-то десять лет назад. От смешного словечка. Я вспомнил наши ночные прогулки в первую зиму после революции. Толстой уверял, что я должен довезти его до дому, на Молчановке, так как моего вида страшатся бандиты. Не помню, как я был тогда одет, помню только, что Алексея Николаевича смешила высокая шапка, похожая на клобук. Несколько лет назад мне принесли копию фотографии. Алексей Николаевич и я подписан рукой Толстого. Тверской бульвар, июнь 1918. Алексей Николаевич шконотье, а на мне высочайшая шляпа мексиканского ковбоя. Толстой прозвал меня Тухлым Дьяволом. Вскоре он написал рассказ Тухлый Дьявол о писателе мистике и козле. Писатель на меня не похож, да и шапка у него низенькая, круглая, а Тухлый Дьявол не писатель, но козел. Все же рассказ родился в ту минуту, когда Толстой, посмотрев на меня, сказал, «Ты знаешь, Илья, кто ты? Тухлый Дьявол. От тебя любой бандит убежит». Он работал не как архитектор, а скорее как скульптор. Очень рано распрощался с планами романов или рассказов, часто начиная и не видел дальнейшего. Много раз говорил мне, что еще не знает судьбы героя, не знает даже, что приключится на следующей странице. Герои постепенно оживали, складывались, диктовали автору сюжетные линии. Это относится к зрелому периоду Толстого. Есть писатели-мыслители. Алексей Николаевич был писателем-художником. Очень часто человеку мучительно хочется сделать именно то, что ему не свойственно. Я помню, как Алексей Николаевич в молодости долго сидел над книгой, хотел, даря ее, надписать афоризм. Ничего у него не выходило. Он необычайно точно передавал то, что хотел в образах, в повествовании, в картинах. А думать отвлеченно не мог. Попытки вставить в рассказ или повесть нечто общее, декларативное, заканчивалось неудачей. Его нельзя было отделить от стихии и искусства, как нельзя заставить рыбу жить вне воды. Его самые совершенные книги «За Волжье», «Детство Никиты» и, конечно же, «Петр Первый» внутренне свободны. Писатель в них не подчинен интриге. Он повествует. Особенно он силен там, где его рассказ связан с корнями, будь то собственное детство или история России, в которой он себя чувствовал легко, уверенно, как в комнатах обжитого им дома. В своих идеях он был представителем добротной русской интеллигенции. Это не определение рода занятий, а историческое явление. Недаром в западные языки вошло русское слово «интеллигенция», в отличие от имевшегося понятия работников умственного труда. Расскажу о первом столкновении Толстого с расизмом задолго до Второй мировой войны. Напротив к лозыре Далиля помещалась огромная танцулька бал-белье. Теперь это здание снесли. Толстые иногда туда ходили. Раз Софью Исаковну пригласил танцевать негр. Она его представила мужу. Негр Алексей Николаевич понравился и был приглашен на обед в пансион. Среди пансионеров имелся американец. Увидев, что Толстые привели в столовую Черного, он возмутился. Алексей Николаевич наивно стал объяснять американцу, что этот негр весьма образованный человек, даже произвел его в князья. Американец ничего не хотел слушать. У нас такие князья чистят ботинки. Тогда Толстой рассердился и выбросил американца по лестнице со второго этажа вниз, при плаче хозяйки, но при одобрительных возгласах других постояльцев французов. В 1917-1918 годы он был растерян, огорчен, иногда подавлен, не мог понять, что происходит. Сидел в писательском кафе Бом, ходил на дежурство домового комитета, всех ругал и всех жалел, а главное недоумевал. Иногда к нему приходил Бунин, умный, злой, и рассказывал умно, зло, но несправедливо. Рассказывал, помню, как к нему пришел мужик предупредить, что крестьяне решили сжечь его дом, а добро унести. Иван Алексеевич сказал ему нехорошо. Тот ответил, да что тут хорошего? Побегу, а то без меня все заберут. Чай я не обселок какой-нибудь. Толстой невесело смеялся. Часто бывало у него петербургская поэтесса Лиза Кузьмина Караваева. Она говорила о справедливости, о человеколюбии, о Боге. Дальнейшая ее судьба необычна. Уехав в Париж, она родила дочку, а потом постриглась в монашестве, приняла имя Марии. Дочка подросла и стала коммунисткой. Когда Толстой приехал в Париж, девушка попросила его помочь ей уехать в Советский Союз. Во время войны монахиня Мария стала одной из героинь сопротивления. Немцы ее отправили в Равенсбрюк. Когда очередную партию заключенных ввели в газовую камеру, мать Мария встала в колонну на место молоденькой советской девушки. В зиму, о которой я рассказываю, Лиза своим глубоким беспокойством заражала Толстого. Он видел трусость обывателей, мелочность обид, смеялся над другими, а сам не знал, что ему делать. Как-то он показал мне медную дощечку на двери. Граф А.Н. Толстой и загрохотал. Для одних граф, для других гражданин, смеялся над собой. Мадам Кошке сказала, подавая блюда индийскому принцу, вот дичь, это он рассказывал, смеясь за обедом. Потом, поговорив с молоденьким левым эсером, расстроился. Так рождался рассказ «Милосердие». Толстой впоследствии писал, что это была первая попытка высмеять либеральных интеллигентов. Он не добавил, что умел смеяться и над своим смятением. Весной 1921 года я приехал в Париж. Толстой позвал на меня гостей. Бунина, Тэфи Зайцева. Толстой и Наталья Васильевна мне обрадовались. Бунин был непримирим. Прервал мои рассказы о Москве с заявлением, что он может теперь разговаривать только с людьми своего звания и ушел. Тэфи пыталась шутить. Зайцев молчал. Алексей Николаевич был растерян. Понимаешь, ничего нельзя понять. Вскоре после этого французская полиция выслала меня из Парижа. Потом я встретил Алексея Николаевича в Берлине. Он уже знал, что скоро вернется в Россию. В статьях о нем пишут про смену веховцев, про постепенный подход к идеям революции. Мне кажется, что дело было и проще, и сложнее. Две страсти жили в этом человеке. Любовь к своему народу и любовь к искусству. Он скорее почувствовал, чем логически понял, что писать вне России не сможет. А любовь к народу была такова, что он рассорился не только со своими друзьями, но и со многим в самом себе. Поверил в народ и поверил, что все должно идти так, как пошло. Двадцать лет спустя я часто встречался с ним в очень трудное время, когда мало было одного сознания, требовались любовь и вера. Говорили, будто от уныния его всегда ограждал прирожденный оптимизм. Нет, и в 1913 году, и в 1918 я видел Алексея Николаевича не только унылым, но порой отчаявшимся. Это, конечно, не мешало ему шутить, смеяться, придумывать комические истории. А вот в грозное лето 1942 года он сохранял душевную бодрость. Он твердо стоял на своей земле, был освобожден от того, что особенно претило его натуре, от сомнений, от необходимости искать выход, от ощущения одиночества. В декабре 1943 года мы были с ним в Харькове на процессе военных преступников. Я не пошел на площадь, где должны были повесить осужденных. Толстой сказал, что должен присутствовать, не смеет от этого уклониться. Пришел он с казней мрачнее мрачного, долго молчал, а потом стал говорить. Что он говорил? Да то, что может сказать писатель. то самое, что до него говорили и Тургенев, и Гюго, и русский поэт Случевский. В последние годы его тянуло к друзьям прошлого. Часто встречался он с Алексеем Алексеевичем Игнатьевым и его женой Натальей Владимировной. Об Игнатьеве я расскажу, когда дойдет дело до Первой мировой войны. Толстой его любил. В чем-то у них были сходные пути. Оба пришли к революции из другой прежней России. Бывали у Толстого Лидин, Кончаловский, доктор Галкин, Михоэлс. Толстой ожесточенно работал над третьей частью Петра Первого. Осенью 1944 года он был уже болен. Я пришел к нему, он хмурился, старался шутить и вдруг как бы ожил, заговорил о своей работе. Пятую главу кончил. Петр у меня опять живой. Он боролся со смертью мужественно и помогала ему не столько его живучесть, сколько страсть художника. На Спиридоновке был прием в день Красной Армии. Все были в хорошем настроении, приближалась развязка. Вдруг по залам пронеслось. Умер Толстой. Мы знали, что он очень тяжело болен, и все же это показалось нелепостью, несправедливым, бессмысленным, ужасным. Он мне как-то сказал, Илья, ты должен быть мне признателен по гроб. Я тебя научил курить трубку. Я думаю о нем действительно с глубокой признательностью. ничему он меня не научил. Вот только что курить трубку. Был он на девять лет старше меня, но никогда я не воспринимал его как старшего. Он меня не учил, но радовал своим искусством, своей душевной тонкостью, скрываемой часто веселой маской, своим аппетитом к жизни, верности друзьям, народу, искусству. Он сформировался до революции и нашел себе силы перешагнуть в другой век. Был с Россией в 1941 году. Глядя на его большую тяжелую голову, я всегда чувствовал, этот все помнит, но память его не придавила. Я ему признателен за то, что мы встретились в глухое спокойное время в 1911 году, и что я был у него на даче, когда он 10 января 1945 года больной справлял свой день рождения за 6 недель до смерти. Признателен за то, что в течение 35 лет я знал, что он живет, чертыхается, хохочет и пишет, с утра до ночи пишет и так пишет, что читаешь и дыхание захватывает от совершенства фразы. Есть распространенный образ башни из слоновой кости, которую облюбовали поэты и художники, пожелавшие уйти от действительности. В этой башне я никогда не был и не зная существовала ли она. Не был я и в той башне, вернее на чердаке, где жил поэт Иванов и куда ходил молодой Алексей Толстой. Нас было человек сто поэтов и художников, которые ненавидели существующее общество. Французы, русские, испанцы, итальянцы, люди других национальностей, все чрезвычайно бедные, плохо одетые, голодные, но упрямые в своем желании создать новое настоящее искусство. Мы жили в душном полутемном кафе, и оно никак не походило на башню из слоновой кости. В конце 1924 года Маяковский писал «Париж фиолетовый, Париж ванилини» вставал за окном ротонды. Маяковский увидал ротонду, которую осматривали туристы как достопримечательность, не паршивое вонючее кафе, а памятник старины, отремонтированный, расширенный, заново выкрашенный. Иностранцы приходили и слушали объяснения гидов. За этим столиком обычно сидели Гийомо Полинер и Пикассо. Вот в том углу Модильяне рисовал присутствовавших и отдавал за рюмку коньяку рисунок. Теперь и туристов водить некуда. Вместо ротонды построили кинотеатр. Только в киностудиях иногда восстанавливают бутафорскую ротонду. изготовляют фильмы о бурной и загадочной жизни последних представителей богемы. Картины получаются вздорные даже не потому, что герои не напоминают прототипов, а потому, что у постановщиков нет ключа к тем мыслям и чувствам, которые воодушевляли посетителей ротонды. Кафе напоминало сотни других. Уцинковые стойки, извозчики, шоферы такси, служащие пили кофе или аперитивы. Позади была темная комната, прокуренная раз и навсегда, 10-12 столиков. Вечером эта комната заполнялась. Стоял крик, спорили о живописи, декламировали стихи, обсуждали, где достать пять франков, ссорились, мирились, кто-нибудь напивался, его вытаскивали. В два часа ночи ротонда закрывалась на один час. Иногда хозяин разрешал завсегдатаем, если они вели себя пристойно просидеть часок в темном пустом помещении. Это было нарушением полицейских правил, в три часа кафе открывалось и можно было продолжать невеселый разговор. Владелец кафе Лебион не мог представить себе, что его имя попадет в историю живописи. Это был добродушный толстый кабачик, который купил небольшой кафе. Случайно ротонда стала генеральным штабом разноязычных чудаков, или, как говорил Макс Волошин, обормотов, поэтов и художников, из которых некоторые впоследствии стали знаменитыми. Будучи обыкновенным средним буржуа, Лебион вначале косо поглядывал на весьма странных клиентов. Кажется, он принимал нас за анархистов. Потом он к нам привык, даже полюбил нас. Кто-то сказал ему, что некоторые люди разбогатели на живописи, покупали за гроши картины у никому неизвестных художников, а 20 лет спустя продавали их за большие деньги. Идея такого заработка не очень соблазняла Лебиона. Как-то он сказал мне, что не любит азартных игр, а покупать картины это лотерея. Хорошо, если из тысячи художников один выйдет в люди. Он предпочитал зарабатывать на напитках. Конечно, порой он брал рисунок Модельяне за 10 франков, ведь блюдечек гора, а у бедняги нет ни одного су. Иногда Лебион совал 5 франков поэту или художнику, сердито говорил, найди себе бабу, а то у тебя глаза сумасшедшие. На его нижней губе неизменно красовался окурок погашей сигареты. Ходил он по большей части без пиджака, но в жилетке. Однажды, когда я сидел в ротонде, художница Мямлина попросила меня подержать ее грудного ребенка. Ей нужно купить напротив сигареты. Прошло полчаса. Прошел час, Мямлиной не было. Младенец начал кричать. Подошел Лебион, выслушал меня и явно не поверил. Знаю я вас, изготовляете ребята, потом от них открещиваетесь. Ладно, неси его ко мне. У меня там старая женщина. Она тебе поможет. Хорош папаша. Лебион жил рядом с ротондой. Квартира была мещанской, красные портьеры, на стене красивенький пейзаж. Никогда бы он не повесил у себя модильяне или сутина, боже упаси. Он привязался к своим клиентам, но не к их произведениям. После февральской революции в ротонду как-то пришли русские солдаты из бригады, которую царское правительство направило на Западный фронт. Им сказали, что здесь они смогут разыскать русских эмигрантов. Солдаты требовали, чтобы их отправили в Россию. Полиция начала придираться к Лебиону, говорили, будто ротонда главная квартира революционеров. Запретили посещение этого кафе военными. Лебиону нанесли серьезные убытки. Ко всему он испугался. Время было скверное, Клемонцо решил закрутить гайки покрепче, полиция бесчинствовала. Повздыхав, покрихтев, Лебион продал ротонду другому кабачику, а сам купил небольшое кафе в спокойном месте, подальше от художников. Но тогда-то он понял, что обыкновенные посетители ему неинтересны. Иногда он приходил в ротонду, садился в темный угол, заказывал стакан пива и тоскливо глядел по сторонам. Несколько лет спустя он умер. Хоронить его пришли художники, поэты, некоторые стали к тому времени известными. И Лебион, как многие его клиенты, узнал посмертную славу. Мой первый роман начинается с точной справки. Я сидел, как всегда, в кафе на бульваре Мон Парнас перед пустой чашкой и ждал, что кто-нибудь освободит меня и заплатит шесть су терпеливому официанту. Затем я рассказываю, что в кафе вошел Хулио Хоринито, которого я принял за черта. Это, конечно, вымысел. Я встретил в ротонде людей, сыгравших крупную роль в моей жизни. Но ни одного из них я не принял за черта. Мы все тогда были и чертями, и мучениками, которых черти жарят на сковородке. В театры мы ходили редко. Не только потому, что у нас не было денег. Нам приходилось самим играть в длинной, запутанной пьесе. Не знаю, как ее назвать, фарсом, трагедией или цирковым обозрением. Может быть, лучше всего к ней подойдет определение, придуманное Маяковским «Мистерия Буф». Конечно, внешне ротонда выглядела достаточно живописно. И смесь племен, и голод, и спор, и отверженность признания современников пришло, как всегда, с опозданием. Именно эта живописность прельщает кинопостановщиков. Когда случайный посетитель, шофер или банковский служащий, выпив у стойки кофе с рюмочкой, заглядывал в мрачную комнату, он изумленно улыбался или возмущенный отворачивался. Публика была необычной даже для привыкших ко всему парижан. Поражала прежде всего пестрота типов, языков. Не то павильон международной выставки, не то черновая репетиция предстоящих конгрессов мира. Многие имена я забыл, но некоторые помню. Одни из них стали известны всем, другие померкли. Вот далеко не полный список. Французские поэты Гийом Аполлинер, Макс Жакоб, Блес Сандрар, Кокто, Сальмон, художники Леже, Ламинк, Андре Лот, Метцинже, Глез, Корно, Роме, Шанталь, Критик Элифор, Испанцы Пикассо, Хуан Грис, Мария Бланшар, Журналист Корпусбарго, Итальянцы Модильяни, Саверини, Мексиканцы Диего Ривера, Сарага, Русские художники Шагал, Сутин, Ларионов, Гончарова, Штернберг, Кремень, Федор, Фатинский, Моревна, Издевский, Дилевский, Скульпторы Архипенко, Цаткин, Мещанинов, Индельбаум, Орлова, Поляки Кислинг, Маркусси, Готлиб, Зак, Скульпторы Дуниковский, Липшиц, Японцы Фужита и Кавашима, Норвежский художник Пергрок, Датские скульпторы Якобсен и Фишер, Болгарин Паскин. Вспомнить трудно, наверное, я много имен пропустил. Внешность посетителей также должна была удивлять несведущих. Никто, например, не может достоверно описать, как был одет Модильяни. В хорошие периоды на нем была куртка из светлого бархата, на шее красный фуляр. Когда же он долго пил, нищенствовал, хворал, он был обмотан в яркое тряпье. Японский художник Фужита прогуливался в домотканном хитоне. Диего Ривера потрясал лепной мексиканской палкой. Его подруга художница Моревна Воробьева Стебельская любила пестро одеваться, голос у нее был громкий, пронзительный. Поэт Макс Жакоб жил на другом конце Парижа на Монмартре. Он приходил днем в вечернем костюме, блистала белоснежная манишка. В глазу всегда был монокль. Индеец с перьями на голове показывал всем свои пастели. Негритянка Айша, откидывая назад большую голову, покрытую черно-синими жесткими кудряшками, бурно хохотала, в полумраке сверкали ее зубы. Скульптор Цаткин появлялся в рабочей спецовке. Его сопровождал огромный датский док, славившийся крутым нравом. Натурщица Марго по привычке раздевалась. Однажды она мне сказала, что ее мечта стать королевой. Я удивился, она объяснила, дурачок, ведь королеву каждому хочется изнасиловать. Неизменно в самом темном углу сидели Кремень и Сутин. У Сутина был вид перепуганный и сонный. Казалось, его только что разбудили. Он не успел помыться, побриться. У него были глаза затравленного зверя, может быть, от голода. Никто на него не обращал внимания. Можно ли было себе представить, что о работах этого тщедушного подростка, уроженца местечка Смеловичи, будут мечтать музеи всего мира? Помню, как Давид Петрович Штернберг привел в ротонду Луначарского. Я сидел с ними за одним столиком. Луначарский хвалил рисунки Стейнлена, говорил, что Франц Штук художнику падочный, но интересный. Я не соглашался. Стейнлен мне казался незначительным, а Штук дурным и безвкусным декадентом. Но мне было с Анатолием Васильевичем уютно. Я почувствовал себя в Москве. Когда он ушел, Лебион сказал мне, я не думал, что у тебя есть порядочные знакомства. Этот господин твой земляк, он может тебе помочь встать на ноги. Рассказывая о живописности посетителей ротонды, я должен признаться, что не отставал от других. Еще в период к лазари да ляля я выглядел несуразно. Толстая вспоминает, что Алексей Николаевич послал открытку в кафе, поставив вместо моей фамилии плохо причесанному господину, и открытку передали именно мне. А в ротонде я совсем обосячился. Волошин в газетной статье 1916 года описывал болезненного, плохо выбритого человека с очень длинными и очень прямыми волосами, спадающими несуразными космами, в широкополой фетровой шляпе, стоящей торчком, как средневековый колпак, сгорбленного с плечами и ногами, ввернутыми внутрь. Макс уверял, что мое появление в других кварталах Парижа вызывает смуту и волнение прохожих. Такое впечатление должны были производить древние цинические философы на улицах Афин и христианские отшельники на улицах Александрии. Завсегдатые ротонды были неизвестны за ее пределами, но Пикассо уже знали, о нем иногда писали в газетах. Лебиону рассказали, что картины Пабло покупает русский князь Шукен Щукин. И он почтительно здоровался. Добрый день, господин Пикассо. Пабло жил на Мон Мартре, потом перебрался на Мон Парнас, снял мастерскую недалеко от ротонды. Я никогда не видал его пьяным. Он выглядел юношей, любил проказничать. Однажды он пришел с Диего, рассказал, что они исполнили серенаду под окнами Гийома Аполлинера. Мать Аполлинера. По-французски это звучит не вполне благозвучно. Порой заходил в ротонду Аполлинер. Я переводил его стихи, и он мне казался прекрасным, но чересчур гармоничным. Для меня он был уже классиком. Он тоже любил шутить, предложил написать мистерию о змее, яблоке и Пикассо. Пабло, как суеверный испанец, не мог слышать слово «змея». Я говорил Ривере, Аполлинер это Гюго, Пушкин. Он пишет «Сладкий пан, любовь и Христос умерли». Кошки мяучат тоскливо, и я не в силах сдержать своих слез. Диего отвечал «Это потому что Аполлинер француз, то есть он поляк, но пишет по-французски». Я не раз давал себе обет не написать ни одной строки по-французски, а к стихам Аполлинера я был несправедлив. Он был не только большим поэтом, но и человеком нового века, чуть припудренным серебряной пылью старых европейских дорог. Жизнь в Ротонде была скорее однообразной. Порой приключались события, о которых несколько дней говорили. Кислинг и Готлиб дрались на дуэли. Одним из секундантов был Диего. По дуэли пронюхали журналисты, и на один день все газеты занялись Ротондой. Среди посетителей кафе было много скандинавов, Лебион для них выписывал иностранные газеты. Шведы пили больше всех, это были идеальные клиенты. Помню, рядом со мной сидел художник Швед. Он-то и дело заказывал двойную порцию коньяка. На столике красовался столб блюдечек. Коньяк не мешал Шведу внимательно читать Свенска Дагблат. Газета закрывала его лицо. Вдруг газета упала, оказалось, что Швед умер. Пришла полиция. Мы молча отправились по домам. Однажды испанец огромный детина разъярился, схватил мраморный столик за ножку и начал им размахивать. Кричал, что сейчас перебьет всех. Ему опротивила жизнь. Мы отступили к стойке. У Лебиона был твердый принцип никогда не звать полицию. Испанец неожиданно улыбнулся, поставил столик на место и сказал, а теперь можно выпить за жизнь номер два. При всем этом ротонда была не притоном, а кафе. Там владельцы картинных галерей назначали свидания художникам, ирландцы обсуждали, как им покончить с англичанами, шахматисты разыгрывали длиннейшие партии. Среди последних помню Антона Вовсеенко. Перед каждым ходом он приговаривал, нет, на этом вы меня не поймаете, я стрелянный. В конце 1914 года из Италии приезжал в Париж брат Модильяни, социалист, депутат парламента. Джузеппе Модильяни был против вступления Италии в войну. В ротонде он назначил свидание Мартову и Лапинскому. Говорили, что он очень огорчился, увидав своего брата в безумном состоянии и приписал это дурным знакомством ротонде. Между тем ротонда не могла никого лишить душевного спокойствия. Она просто притягивала к себе людей спокойствия лишенных. Журналисты не знали, о чем мы беседуем. Порой они описывали драки, попойки, самоубийства. Дурная слава ротонды росла. Во время войны я увидел за соседним столиком молодую скромную женщину. По ее виду было ясно, что она попала на Мон Парнас случайно. Она со мной. Оказалось, она модистка, приехала на один день в Париж из Пуатье и захотела познакомиться с жизнью художников. Я ей объяснил, что я не художник, а русский поэт. Это ей показалось еще более романтичным. Она меня проводила до гостиницы и попросила разрешения посмотреть, как я живу. Мои мысли были заняты художницей Шанталь. Я сухо сказал, что должен работать. Вы работайте, а я тихонько посижу. Она ужаснулась беспорядку в моей комнате, все прибрала, достала из шкафа рваные носки, заштопала, пришила пуговицы к рубашкам и ушла довольная, познакомилась с бытом богемы. А я сидел в холодной комнате и сочинял стихи. В колбасной дремали головы свиней, бледные, как дамы, из недвижных глаз сочилась унынье на заплаканный мрамор. Если хотите, я подарю вам фаршированного борова или бомбоньерку с видами Реймского собора. Я рассказываю о ротонде и невольно вспоминаются анекдотические эпизоды. Между тем, все было куда печальнее и куда серьезней. Модильяне по вечерам рисовал в кафе портреты, рисовал на почтовой бумаге, иногда двадцать рисунков подряд. Но ведь не поэтому он стал модильяне. Работали мы не в ротонде, а в нетопленных мастерских, на чердаках, в грязных меблерашках, именуемых гостиницами. Мы приходили в ротонду потому, что нас влекло друг к другу. Не скандалы нас привлекали, мы даже не вдохновлялись смелыми эстетическими теориями. Мы просто тянулись друг к другу, нас роднило ощущение общего неблагополучия. Я напишу о Пикассо, Модильяне, Леже, Ривере. Сейчас мне хочется забежать вперед, понять, что тогда приключилось с нами и с тем искусством, в котором мы жили. Итальянские футуристы предлагали сжечь музеи. Модильяне отказался подписать их манифест. Он не скрывал любви к старым мастерам Тосканы. Пикассо с восхищением говорил то о грека, то о гойе, то о веласкеси. Макс Жакоб мне читал стихи Рюдбефа. Никто из нас не отрицал старого искусства. Но часто мы мучительно думали, нужно ли теперь искусство, хотя без него не могли прожить и дня. В Ротонде собирались не адепты определенного направления, не пропагандисты очередного изма. Нет ничего общего между сухим и бескрасочным кубизмом, которым увлекался тогда Ривера, и лирической живописью Модильяни, между Леже и Сутяным. Потом искусствоведы придумали этикетку Парижская школа, пожалуй, вернее сказать, страшная школа жизни, а ее мы узнали в Париже. Революция, которую произвели импрессионисты, а потом Сезанн, ограничивалась живописью. Мане был в жизни не бунтовщиком, а светским человеком. Сезанн видел только природу, холст, краски. Когда во время дела Дрейфуса Франция кипела, он недоумевал, как может его былой товарищ Золя интересоваться подобными пустяками. Мятеж художников и связанных с ними поэтов в годы предшествовавшей Первой мировой войне носил другой характер. Он был направлен не только против эстетических канонов, но и против общества, в котором мы жили. Ротонда напоминала не Вертеп, а сейсмическую станцию, где люди отмечают толчки неощутимые для других. В общем, французская полиция уж не так ошибалась, считая Ротонду местом, опасным для общественного спокойствия. Как то бывает всегда, одни из участников бунта потом отошли или в изменившейся обстановке потускнели, исчезли из виду, другие, Модильяне, Гиома Полинер, рано умерли, третьи пронесли иступление тех лет через всю свою жизнь, их биография шла в ногу с историей века. Самое трудное для писателя придумать заглавие книги. Обычно заглавие или претенциозны, или носят чересчур общий характер. Но заглавием стихи о канунах я доволен куда больше, чем самими стихами. Годы, о которых я теперь пишу, были действительно канунами. О них многие говорят как об эпилоге. Есть белые ночи, когда трудно определить происхождение света, вызывающего волнение, беспокойство, мешающего уснуть, благоприятствующего влюбленным. Вечернее это заря или утреннее. Смешение света в природе длится недолго, полчаса, час. А история не торопится. Я вырос в сочетании двойного света и прожил в нем всю жизнь до старости. Редко я беседовал с Модильяни без того, чтобы он не прочитал мне несколько терцин из божественной комедии. Данте был его любимым поэтом. В стихах о канунах есть стихотворение, помеченное апрелем 1915 года. Ты сидел на низенькой лестнице, Модильяни, крики твои, буревестника. Масляный свет приспущенной лампы, жарких волос синева. И вдруг я услышал грозного Данте загудели, расплескались темные слова. Данте не только грозен. Я вспоминаю строки из Чистилища. Поэт и его спутник, поднявшись в гору, присели и тихо смотрят на пройденный путь. Мне хочется посидеть сейчас с живым Модильяни. С Моди, так назвали его друзья. Из него сделали героя ходкого фильма, написали о нем несколько пошлых романов. Разве постановщик фильма мог спокойно посидеть на каменной ступеньке и задуматься над петлями чужой для него дороги? Так создалась легенда о голодном, беспутном, вечно пьяном художнике, а последним представителем богемы, который в редкие часы между двумя попойками писал своеобразные портреты, умер в нищете, а после смерти стал знаменитым. «Все здесь правда и все ложь, правда, что Модильяне голодал, пил, глотал зернышки гашиша, но объяснялось это не любовью к распутству или к искусственному раю. Ему вовсе не хотелось голодать, он ел всегда с аппетитом, он и не искал мученичества. Может быть, больше других он был создан для счастья, он был привязан к сладкой итальянской речи, к мягкому пейзажу Тосканы, к искусству ее старых мастеров. Он не начал с гашиша. Конечно, он мог бы писать портреты, которые нравились бы и критикам, и заказчикам. У него были бы деньги, хорошая мастерская, признание, но Модильяне не умел ни лгать, ни приспосабливаться. Все встречавшиеся с ним знают, что он был очень прямым и гордым. Я видел его в тяжелые дни и в дни просветов. Видел спокойным, чрезвычайно вежливым, гладковыбритым, с бледным, чуть голубоватым лицом, с мягкими, ласковыми глазами. Видел и неистового, оброшего черной щетиной. Этот Модильяне пронзительно вскрикивал, как птица, может быть, как альбатрос. Я ведь в стихах припомнил Буревестника не ради аллегорий. Модильяне любил стихотворение Бодлера об альбатросе, над которым потешаются матросы. Крылатый путник жалок на земле. Я сказал, что он был красив. Женщины на него заглядывались. Красота его мне всегда казалась итальянской. Он был, однако, сефардом, так называют потомков евреев, которые после изгнания из Испании поселились в Провансе, Виталии, на Балканах. Как-то я зашел с Модильяне в кафе на бульваре Пастер. Он перед этим работал, был спокоен. За соседним столиком почтенные люди играли в карты. Я переписывал стихи, которые мне показал Моди, и ничего не слышал. Вдруг Модильяне вскочил. Заткни глотку. Я еврей, я могу с тобой поговорить, понимаешь? Картежники молчали. Модильяне заплатил за кофе и громко сказал, жаль, что мы залезли в это кафе. Сюда ходят свиньи. Когда мы вышли, я спросил, что же говорили за соседним столиком. То самое ответил Моди. обидно, что мажешь кистью, ведь еще триста лет придется бить морду. Он мне рассказывал, что его дедушка был римляниным, хотел разводить лозу и купил маленький участок. Но по закону евреям было запрещено владеть землей. Рассердившись, дед перекочевал в Ливорно, где с давних пор проживало много еврейских семейств. Моди прочитал мне итальянские санеты Эммануила Римского, еврейского поэта 14-го столетия, издевательские, горькие и полные в то же время восхищения жизнью. Моди Модильяне мне рассказал, как некогда римляне праздновали карнавал. Еврейская община обязана была поставлять еврея-рысака, который раздевался до Галаи под улюлюканье веселящейся толпы епископов, послов, дам, трижды рысью обегал город. Я тогда написал об этом поэму. Познакомился я с Модильяне в 1912 году. Он уже был старым парижанином. При одной из первых встреч он нарисовал мой портрет. Все нашли его очень похожим. Потом он часто меня рисовал. У меня была папка с его рисунками. Летом 1913 года я с группой политических эмигрантов возвращался в Россию. В Англии нам объявили, что нельзя вывозить ни рукописи, ни рисунков, ни картин, ни даже книг. Я отобрал то ценное, что у меня было, натюрморт Пикассо, Эдду Боротынского с его надписью, рисунки Модильяни. Я оставил чемоданчик на временное хранение посольству временного правительства. Правительство действительно оказалось временным, а чемодан пропал навсегда. Комната, где живет Анна Андреевна Ахматова, в старом доме Ленинграда, маленькая, строгая, голая. Только на одной стене висит портрет молодой Ахматовой, рисунок Модильяни. Анна Андреевна рассказывала мне, как она в Париже познакомилась с молодым, чрезвычайно скромным итальянским юношей, который попросил разрешение ее нарисовать. Это было в 1911 году. Ахматова еще не была Ахматовой, да и Модильяни еще не был Модильяни. Но в рисунке, хотя по манере он отличается от более поздних рисунков Модильяни, уже видны точность линий, их легкость, поэтическая убедительность. Герой фильма и романов это Модильяни в минуты отчаяния, безумия. Но ведь Модильяни не только пил в ротонде, не только рисовал на бумаге залитой кофе. Он проводил дни, месяцы, годы перед Мольбертом, писал маслом дню и портреты. Меня всегда удивляла его начитанность. Кажется, я не встречал другого художника, который так любил бы поэзию. Он читал на память и Данте, и Вийона, и Леопарди, и Бодлера, и Рэмбо. Его холсты неслучайные видения. Это мир, осознанный художником, обладавшим необычайным сочетанием детскости и мудрости. Когда я говорю детскость, я, конечно, не думаю об инфантильности, о естественном неумении или нарочитом примитивизме. Под детскостью я понимаю свежесть восприятия, непосредственность, внутреннюю чистоту. Все его портреты похожи на моделей, сужу по тем, которых я знал, Зборовского, Пикассо, Диего Ривера, Макса Жакоба, английской писательнице Беатрис Хестингс, Цутина, поэта Франса Эллинса, Дилевского, наконец, жены моди Жанны. Он никогда не увлекался аксессуарами или чем-либо внешним. Его холсты раскрывают природу человека. Диего Ривера, например, грузин, почти дик. Сутин хранит трагическое выражение непонимания, постоянной тоску о самоубийстве. Но удивительно, что различные модели модельяне схожи между собой. Их объединяет не затверженная манера, не внешние приемы письма, а мироощущение художника. Сборовский с его лицом доброй лохматой овчарки, растерянные сутин, нежная Жанна в рубашке, девочка, старик, натурщица, какой-то усач, все они похожи на обиженных детей, хотя у некоторых детей бороды или седые волосы. Мне думается, что жизнь представлялась модельяне огромным детским садом, устроенным очень злыми взрослыми. Конечно, в легенде есть правда и легко понять, что биография модельяне может прельстить сценариста. Недавно я прочитал в газете, что небольшой портрет работы модельяне был продан на аукционе в Америке за 100 тысяч долларов. За всю свою жизнь модельяне не израсходовал и четверти этой суммы. Сколько раз я видел, как старая Розали, владелица крохотной итальянской харчевни на улице компань премьер, получала от модельяне рисунок за кусок мяса или за порцию макарон. Она не хотела брать, но настаивал, он не нищий. И Розали, глядя на листочки бумаги с пещренной тонкими разорванными линиями, горестно вздыхала «Бог ты мой!» Правда и то, что его не понимали даже просвещенные ценители живописи. для тех, кому нравились импрессионисты, Модельяне был не сносен равнодушием к свету, четкостью рисунка, произвольным искажением натуры. Все говорили о кубизме. Художники, порой одержимы идеей разрушения, были в то же время инженерами, архитекторами, конструкторами, а для любителей кубистических полотен Модельяне был анахронизмом. Биографы отмечают, что 1914 год был для Модельяне удачным. Он нашел торговца картинами Зборовского, который сразу понял и полюбил его работы. Но Зборовский сам был неудачником. Молодой польский поэт приехал в Париж, мечтал о рейсе на волшебную цитеру и оказался на мели перед чашкой кофе в ротонде. Денег у него не было, он жил с женой в маленькой квартире. Модельяне там часто работал. А Зборовский брал подмышку его холсты и с утра до ночи рыскал по Парижу, тщетно пытаясь соблазнить работами итальянского художника настоящих торговцев картинами. Правда, наконец, то, что Модельяне порой обладевали беспокойство, ужас, гнев. Помню ночь в захламленной мастерской. Было много народу и Диего Ривера и Волошин и Натурщицы. Модельяне был очень возбужден. Его подруга Беатрис Хессингс говорила с резко выраженным английским акцентом «Модельяне, не забывайте, что вы джентльмен, ваша мать дама высшего общества». Эти слова действовали на моде как заклинание. Он долго сидел молча. Потом не выдержал и начал ломать стену. Расковырял штукатурку, пробовал вытащить кирпичи. Его пальцы были в крови, а в глазах было такое отчаяние, что я не выдержал и вышел на грязный двор, заваленный обломками скульптуры, битой посудой, пустыми ящиками. В годы войны он часто приходил вечером в столовку, где ужинали художники. Сидел на ступеньке внутренней лестницы, иногда декламировал Данте, иногда говорил о бойне, о гибели цивилизации, о поэзии, обо всем, кроме живописи. Одно время он увлекался пророчествами французского медика, жившего в 16 веке, Нострадамуса. Он уверял меня, что Нострадамус с точностью предугадал французскую революцию, триумф и разгром Наполеона, конец папского государства, объединения Италии. Приводил еще неосуществленные предсказания. Вот мелочь, республика Виталии. А вот и поважнее, людей отправят в изгнание на острова, к власти придет жестокий властелин. Посадят в тюрьму всех, кто не научился молчать, и людей начнут истреблять. Вытаскивая из кармана растрепанную книжку, он начинал выкрикивать «Нострадамус предвидел военную авиацию! Скоро всех людей, которые посмеют не вовремя улыбнуться или заплакать, пошлют на полюс, одних на северный, других на южный». Когда пришли первые известия о революции в России, Моди прибежал ко мне, обнял меня и начал восторженно клекотать. Порой я не мог понять, что именно он говорит. В ротунду стала приходить молоденькая девушка Жанна, похожая на школьницу. У нее были светлые глаза, светлые волосы, она робко поглядывала на художников, говорили, что она учится живописи. Незадолго до моего отъезда в Россию я увидел на бульваре Вожерар Модильяне Жанной. Они шли, взявшись за руки и улыбались. Я подумал, наконец-то Моди нашел свое счастье. Я приехал снова в Париж в мае 1921 года. Мне стали поспешно рассказывать все новости. Как ты не знаешь, что Модильяне умер? Я ничего не знал о друзьях Паратонде. Моди всегда кашлял, мерз, открылся процесс в легких. Организм был истощен. Он умер в госпитале в начале 1920 года. Жанны на кладбище не было. Когда друзья после похорон вернулись в Ратонду, они узнали, что час назад Жанна выбросилась из окна. Осталась маленькая дочь Моди тоже Жанна. Вот и все. Похоронили Модильяне в складчину. Год спустя в Париже открылась выставка его работ. О нем писали книги, на его картинах наживались. Впрочем, это настолько обычная история, что о ней не стоит много говорить. В различных музеях мира в Нью-Йорке и Стокгольме, в Париже и в Лондоне я встречался с Модильяне. Он писал иногда ню, но большинство его работ портреты. Он создал множество людей, их печаль, оцепенение, их затравленная нежность и обреченность потрясают посетителей музея. Может быть, иной ревнитель реализма скажет, что Модильяне пренебрегал природой, что у женщин на его портретах чересчур длинные шеи или чересчур длинные руки, как будто картина это анатомический атлас. Разве мысли, чувства, страсти не меняют пропорции? Модильяне не был холодным наблюдателем. Он не разглядывал людей со стороны, он с ними жил. Это портреты людей, которые любили, томились, страдали. И даты не только вехи пути художника, это вехи века. 1910-1920. Смешно говорить, что Модильяне не знал, сколько позвонков приходится на шею. Он этому учился много лет в художественных училищах Ливорна, Флоренции, Венеции. Он знал и другое. Например, сколько лет в одном таком году, как 1914-й. Если менялись, казалось бы, вековые понятия человеческих ценностей, как мог художник не увидеть изменившимся лицо своей модели? Холсты Модильяне о многом расскажут последующим поколениям. А я гляжу, и передо мной друг моей далекой молодости. Сколько в нем было любви к людям, тревоги за них. Пишут, пишут, пил, буянил, умер. Не в этом дело. Дело даже не в его судьбе, назидательной, как древняя притча. Его судьба была тесно связана с судьбами других. Если кто-нибудь захочет понять драму Модильяне, пусть он вспомнит не гашиш, а удушающие газы. Пусть подумает о растерянной, оцепеневшей Европе, о безвилистых путях века, о судьбе любой модели Модильяне, вокруг которой уже сжималось железное кольцо. Продолжение следует...